лон серьезным тоном. На совещании присутствовали все командиры земли кровопролития трехзвездных систем. Блэкстар вернулся на поле боя. Вот причина, по которой проводилась эта встреча. После битвы Блэкстара с восемью офицерами Авангарда, Джорд уделял много внимания Хансиа. Хотя один человек не смог бы определить всю войну, Блэкстар был одним из самых опасных высококлассных бойцов секции 0. Сбор на совещании только ради него в глазах Джорда был очень необходим, чтобы все, по крайней мере, были готовы. Судя по последним слухам и его схватке с восемью офицерами Авангарда, я провел кое-какие разведывательные операции касательно Блэкстара. Я пришлю всем вам данные немного позже, сказал Джорд. Он твердо верил, что знание своих врагов даст ему преимущество в бою. Пурпурный кристалл определенно поставил бы Блэкстара на очень важную позицию. Этот набор разведданных по Блэкстару мог помочь удостовериться, что каждый командир знает противники. Если на них нападут, они будут знать, как справиться с Блэкстаром. Совещание закончилось очень быстро, и командир базовой станции Гипердрайва Т-04 получил информацию. Он всего несколько секунд на нее смотрел, прежде чем Тамария подошла к нему и выхватила коммуникатор, чтобы посмотреть на нее самой. Командир базы станции потерял дар речи. Положение Тамарии на базе было выше, чем у него. Эта зеленокожая женщина не только являлась капитаном более чем 10 высокоуровневых бойцов, но и надзирательницей. Кроме того, что она подчинялась его приказам во время боя, она обычно вообще не обращала на него внимания. Командир станции уже привык к этому. Тамария только мельком взглянула на него, прежде чем усмехнуться и отбросить коммуникатор в сторону. Мне было интересно, насколько силен Блэкстар на самом деле, но оказалось, что с ним так легко иметь дело. Коммуникатор взял командир базы и просмотрел его. Тогда он сразу понял, что имела в виду Тамария. Джорд добавил в разведданные и метод борьбы с Блэкстаром. Действительно, результат сражения Блэкстара с восемью офицерами Авангарда был поразительным. Однако, после анализа боя, слабость Блэкстара также стала очевидной, его способность атаковать была очень ограничена. На протяжении всего боя он был полностью подавлен восемью офицерами Авангарда, выживая только благодаря несокрушимому телу. Из-за этого неприятности, которые он мог причинить, были минимальны. Хотя ходили слухи, что Блэкстар недавно овладел псионической энергией, во Вселенной существовали тонны других механиков, которые это сделали. С этим было далеко не невозможно справиться. Кроме того, стратегическое псионическое оружие было эквивалентно галактическому ядерному оружию. Даже цивилизации звездных скоплений не использовали бы их, если бы у них не было другого выбора, и они определенно не будут использовать их в этой неофициальной тайной войне. Если только Блэкстар не захочет посетить военный трибунал Хигабоя трех вселенских цивилизаций и насладиться более чем столетним тюремным заключением, он не будет использовать изначальную псионическую энергию. Из-за этих многочисленных причин Джорд подробно описал метод борьбы с Блэкстаром в этих разведданных. Все, что им нужно было сделать, это послать один или два опытных класса бедствия и три-пять обычных классов бедствия, чтобы уничтожить механическую армию Блэкстара. Тогда Блэкстар не будет представлять никакой угрозы и станет в войне бесполезным. В соответствии с тем, как организации секции 0 избегали потери каких-либо высококлассных бойцов, стоит им разобраться с Блэкстаром. Угроза других классов бедствия секции 0 также значительно уменьшится. Неудивительно, что Тамария отнеслась к этому с презрением. С Блэкстаром оказалось не так трудно иметь дело, как они себе представляли, тем не менее тело Блэкстара великолепно, клыки во рту Тамарии обнажились, и ее голос был полон желания и жестокости. Интересно, смогу ли я получить его способности после того, как съем его? Культура расы Тамарии была очень дикой и кровавой. Они верили в то, что обретут силу врага, поедая его плоть, и что поглощение сильных врагов сделает их сильнее. Тамария была чрезвычайно заинтересована в теле Хансио и жаждала проглотить его. Она облизнула губы. Ом. В это время внезапно прозвучала тревога базы. Выражение лиц всех присутствующих изменилось, когда они поспешно вернулись на свои места. Увидев, что командир вернулся, кто-то быстро доложил. Командир, планета-крепость-4 подверглась нападению. Запрашиваю подкрепление из других опорных пунктов. Это данные вражеского корабля, собранные радаром. База гипердрайваты-04 была ядром, который поддерживала червоточину в 12 крепостях. О любом подкреплении следовало сообщать на базовую станцию. После утверждения маршрут быстрого подкрепления будет открыт. Работа базовой станции заключалась в том, чтобы не обращать внимания ни на что. Командир базовой станции быстро просмотрел отчет и сказал, какие опорные пункты ответили. 1, 6, 9 и 12. Открыть канал усиления 12, командир базовой станции не колебался. Оперативная группа кивнула и приступила к работе. Видимые через широкоугольный проекционный иллюминатор космической станции, тысячи голубых лучей запускались из двух специальных устройств базовой станции, создавая темно-синюю круглую червоточину с обеих сторон. Энергия по краям червоточин пульсировала, расширялась и постепенно стабилизировалась. Две червоточины совпадали друг с другом как по расположению, так и по размеру. В следующее мгновение потоки света гипердрайва вырвались из левой червоточины и в одно мгновение попали прямо в правую червоточину. Это были флоты подкрепления, прибывшие менее чем за 30 секунд. Закончили, командир базовой станции кивнул. Однако, прежде чем он успел перевести дыхание, три планеты из 12 планет крепостей снова стали красными на мониторе, сигнализируя о том, что они атакованы. Хэм, это непростая атака. Выражение лица командира базовой станции резко изменилось. Он быстро отдал приказ об усилении и громко объявил. Базовая станция гипердрайва Т-04, приготовиться к бою. Приведите в действие все вооруженные спутниковые крепости и пошлите все флоты. Враги могут появиться в любой момент. Эти признаки были распространены при атаке базовых станций гипердрайва. Командир базовой станции отреагировал очень быстро и мгновенно обнаружил, что целью секции 0 была базовая станция. Однако это было спланированное нападение, в котором они должны были принять участие, чтобы нападавшие не одержали верх. Единственный способ решить эту проблему – победить нападавших. Секция 0 стратегически разделяла их войска в течение двух месяцев. Теперь эффект от этого, наконец, проявился. Они выбрали базовую станцию гипердрайва Т-04 в качестве цели своей контратаки, потому что в этом районе были ограничены войска и еще не были построены дальние звездные врата. Все на базовой станции начали действовать. Тамария прищурилась и встала. Она не только не нервничала, но даже выглядела взволнованной и нетерпеливой. Отлично, наконец-то хоть кто-то пришел сражаться. Я слишком долго не упражняла свои кости. Они начинают ржаветь. Очень скоро были атакованы еще несколько опорных пунктов, и они запросили подкрепление. Несмотря на то, что командир базы знал, что это был заговор, у него не было другого выбора, кроме как развернуть все больше и больше войск. Пока они нервничали, радар базовой станции пронзительно зазвенел сигналом тревоги. Внимание! Внимание! Приближается большое количество неизвестных целей. Они посмотрели в иллюминатор, который теперь был настроен на то, чтобы видеть очень далеко. Потоки огней гипердвигателей остановились и показали флот секции 0. Они здесь. Командир базовой станции стиснул зубы. Наконец-то Тамария сжала кулаки и вышла большими шагами. Базовая станция гипердрайваты 04 была в поле зрения, и вооруженные спутниковые крепости были активированы. Вражеский флот завершил свою подготовку. Похоже, они угадали нашу стратегию. Маррит посмотрел на проекцию и не стал возражать. Он не думал, что такая простая стратегия обманет врагов. Он просто должен быть эффективным. Время ограничено всем подразделениям в атаку. Как только был отдан приказ, этот флот быстро ускорился и двинулся вперед. Благодаря радиолокационной идентификации обе стороны начали стрелять друг в друга с предельного расстояния. Перекрещенные лучи пушки частиц заполнили эту темную область пространства яркими цветами. Девять вооруженных спутниковых крепостей образовывали огромный щит неправильной формы, защищая базовую станцию от атак. В общей сложности три группы ножей атаковали базовую станцию. Подкрепления появились с двух других направлений и рассеяли атаки. Давление на флот Маррита значительно уменьшилось. Команда Ханси также последовала за Марритом, смешавшись с флотом. Расстояние между двумя сторонами все еще было огромным. Они стреляли друг в друга издалека и еще не вступили в ближний бой. Ханси внезапно получил сообщение Маррита. Блэкстар, ты видел девять вооруженных спутниковых крепостей? Это генераторы защитного экрана базовой станции. Этот вид защитного щита очень силен, и у нас нет достаточно времени, чтобы медленно его разрушать. Мы с командирами двух других групп уже обсуждали этот вопрос. Мы все планируем послать одну команду на абордаж вооруженных спутниковых крепостей и уничтожить хотя бы одну из них. Маррит заговорил очень быстро. Он имел в виду, что до тех пор, пока одна вооруженная спутниковая крепость будет уничтожена, в защитном щите будет дыра. Прежде чем другие вооруженные крепости-спутники займут позицию, чтобы закрыть брешь, они смогут использовать эту возможность, чтобы броситься в атаку на базовую станцию. Миссия будет успешной только тогда, когда базовая станция будет уничтожена. У них было не так уж много времени. В этой операции команды сдерживания и команды финтов имели самую большую численность. Поскольку вражеские подкрепления будут разделены только тогда, когда эти крепости столкнутся с достаточным давлением. Таким образом, не так уж много вражеских команд смогут поддержать базовую станцию гипердрайва. Они должны были использовать эту возможность, когда враги разделятся и уничтожить базовую станцию. Не проблема. Мои товарищи по команде не должны следовать за мной. Я буду действовать один. Миссия на интерфейсе изменилась на уничтожить вооруженную спутниковую крепость. Хансия кивнул и согласился. Он позволил Резде управлять кораблем, а затем выпрыгнул из него, активировав механический костюм горной обезьяны и переключившись в режим межзвездного путешествия. Описав глубокую синюю дугу, он избежал прямого перекрестного огня и направился к вооруженной спутниковой крепости сбоку. Другие товарищи по команде направились к другой крепости, и две другие команды также отправили корабли. Хансия двигался один. Пока он сможет добраться до вооруженной крепости спутника, он сможет уничтожить ее очень быстро. Я быстрее и меньше, когда я двигаюсь в одиночку. Кроме того, с моим именем мне легче сдерживать высокоуровневых вражеских бойцов, если я буду двигаться сам. В его поле зрения крошечная вооруженная спутниковая крепость начала казаться больше. Он ясно видел механическую конструкцию на поверхности вооруженной спутниковой крепости. Очень скоро флот, стоявший на страже базовой станции, обнаружил его, и некоторые пушки развернулись и выстрелили по нему. С тактическим экраном, напоминающим ему о направлении пушек частиц высокой энергии, Хансия полностью сосредоточился на уклонении от атак, иногда используя парящий челночный щит, чтобы сформировать псионический щит и блокировать случайные атаки. Вскоре после этого Хансия направился прямо к флоту обороны базовой станции, быстро пробираясь между вражескими космическими кораблями. Его мозг находился в очень активном состоянии, он обрабатывал огромные данные каждую секунду. У Хансия не было времени обращать внимание на внешний мир, он был полностью сосредоточен на борьбе с атаками, идущими со всех сторон. После того, как прошло неизвестное количество времени, он вдруг почувствовал, что давление стало намного легче. Хансия обернулся и увидел, что, сам того не осознавая, он проник через всю линию обороны. Еще дальше Маррит и две другие команды ножей также вели ближний бой с флотами базовых станций, разделяя внимание врагов и уменьшая плотность атак на стороне Хансия. Наконец, несколько хороших товарищей по команде. Глаза Хансия сверкнули. Без дальнейших промедлений он направился прямо к вооруженной крепости спутнику. Вооруженная спутниковая крепость была сферической. Снаружи она выглядела как маленькая планета. Она была меньше 1% размера планеты Аквамарин. И хотя она казалась маленькой, но, глядя на нее с близкого расстояния, Хансия чувствовал, что она не сильно отличается от обычной планеты. Синий защитный экран остановил его снаружи. Хансия нажал на защитный экран и активировал нейтрализатор экрана на максимальную мощность. Щит в радиусе 100 метров начал пульсировать на высокой частоте. Его свет начал тускнить, а уровень энергии – снижаться. Оценив, что щит достиг критической точки, другая рука Хансия превратилась в псионическую пушку и выстрелила прямо в щит. С голубым взрывом в защитном щите появилась дыра шириной более 30 метров. По сравнению со всем защитным щитом, это отверстие было крошечным, как капля воды в океане, но оно было более чем достаточно большим, чтобы Хансия мог войти. Хансия огляделся вокруг, дыра уменьшалась от своего края, восстанавливая себя. Он вызвал более 20 армейских ящиков и ворвался внутрь, прежде чем отверстие закрылось. Эта вооруженная спутниковая крепость имела простую искусственную атмосферу для обслуживающего персонала. Хансия быстро приземлился на поверхность. Приземлившись на землю, он огляделся. Вокруг него был волнистый механический ландшафт, холодной и безжизненной, полной механической красоты. Внимание! Ум! Обнаружено пять высокоэнергетических реакционных источников. Хансия прищурился и огляделся. На краю неба пять врагов с сильной вибрацией Я, класс с бедствия приблизились и приземлились рядом. Человек впереди был одет в грозный и громоздкий тяжелый механический костюм и нес на плечи огромный темно-золотой механический топор. Дзинь! Лицевая броня этого человека открылась, показав свирепое лицо и короткие золотистые волосы. Это был человек, о котором Маррит предупреждал Хансия, чтобы он был осторожен. Арбитр земли кровопролития, размещенный на базовой станции Гипердрайва Т-04, Тамария. Я уже давно жду тебя здесь. Тамария уставилась на Хансия и свирепо улыбнулась. Когда она впервые увидела Блэкстара, то была вне себя от радости. Следуя по маршруту Хансия, она заранее привела несколько человек на этот спутник, чтобы дождаться его прибытия. С точки зрения долга, она должна была иметь дело с Блэкстаром. Тамария сама тоже рвалась в бой с Хансия. Всего пять? Хансия огляделся и усмехнулся. Все ваши офицеры авангарда не смогли бы убить меня. Вы меня недооцениваете. Вероятно, понадобится все 15 классов бедствия на вашей базовой станции, чтобы хоть как-то на меня надавить. Ха, Джорд нашел твою слабость. Мы не пытаемся убить тебя, так что нет никакой необходимости, чтобы все 15 были здесь. Пятерых из нас более чем достаточно. Хансия не удивился. После его последней битвы земля кровопролития больше не собиралась посылать много людей, пытаясь отправить его на тот свет, а вместо этого решила послать меньше людей, просто чтобы сдержать его. Тамария облизнула губы. Ее переполняло кровожадное желание. У тебя потрясающее тело. Подожди меня. Я откушу твою плоть кусок за куском, буду грызть твои кости, пока они не рассыплются, пить твою кровь, пока она не высохнет. Сосать твой костный мозг и есть каждую клеточку твоего тела. Я слышала, что твоя способность к восстановлению очень сильна. Надеюсь, ты заставишь меня чувствовать себя сытой. Хансио почувствовал отвращение. Если бы эти слова исходили от кого-то другого, то он воспринял бы это как просто угрозу, но исходя из того, кто он слышал, Тамария имела в виду то, что сказала, в самом прямом смысле. Эта женщина хочет меня съесть? Как странно, мне это не нравится. Бум. В это время земля задрожала. Поверхность вооруженной крепости спутника треснула. Артиллерия поднялась изнутри, как металлический лес, и все стволы развернулись и нацелились на Хансио. Тысячи тысяч воинов-зверей выскочили из-под земли и окружили его. Это была оборонительная мера вооруженной крепости спутника против врагов на ее поверхности. В мгновение ока враги оказались повсюду. Тамария закрыла свою лицевую броню и проревела. Пока эта война не закончится, ты никуда не уйдешь. Глава 682. Надежда деревни Бум. Издалека тысяча солдат-зверей неслась прямо на Хансио, как цунами. Когда они приблизились, задрожала земля, и их специально сделанные доспехи засверкали смертоносным светом. Тамария подняла руку и выбросила свой темно-золотой топор. Топор прорезал ветер и образовал вращающийся шар красного пламени, обрушиваясь на голову Хансио. Хансио топнул по земле, и его тело устремилось к небу, чтобы избежать траектории летящего топора. Топор, летевший в воздухе, внезапно изменил свою траекторию и погнался за Хансио. Хансио посмотрел сверху вниз и увидел сплавную цепь, прикрепленную к концу топора. Казалось, что цепь из сплава может тянуться бесконечно, когда другой ее конец прикреплен к механическому костюму Тамарии. Она явно могла управлять им издалека. Парящий челночный щит позади Хансио выпустил псионический щит и столкнулся с приближающимся топором. Дзинь. Во все стороны полетели искры. Пылающий топор не смог пробить псионический щит и вернулся в руки Тамарии, когда цепь укоротилась. Эта атака означала начало сражения. Филипп поднял тревогу, и когда Хансио опустил голову, чтобы посмотреть, все артиллерийские башни этой вооруженной спутниковой крепости начали открывать по нему огонь. Тук-тук-тук. Большой ствол пушки выплюнул клубящийся дым с ракетами и лазерными лучами, которые посыпались на него со всех сторон и во всех цветах. Хансио столкнулся не только с пятью суперами класса бедствия, но и с оборонительными мерами этой вооруженной крепости спутника. Его псионические двигатели были активированы на полную мощность, и Хансио превратился в синюю молнию, ловко уклоняясь от бесконечной волны атак. Бум. Он едва избежал всех взрывов, но высокая температура автершока нагрела внешнюю броню его механического костюма. Грибовидные облака покрывали все небо, а вспышки молнии от артиллерийского огня создавали впечатление, что над вооруженной спутниковой крепостью разрастается большая грозовая туча. Пушки частиц выстрелили сквозь темные облака, чтобы показать свет мира. Не обращая внимания на опасность поля боя, эта сцена была подобна свету Будды, пробивающемуся сквозь тысячи облаков, и была чрезвычайно впечатляющей. Темные тучи закрыли обзор Хансио, и броня его механического костюма продолжала уменьшаться под шквалом пушечного огня. Выражение лица Хансио оставалось спокойным, и он активировал армейский ящик. Вместе с его навыком механического силового поля, его механическая сила была увеличена. Его энергия имела новый атрибут пустоты, и он мог заимствовать пустоту для передачи энергии. Это означало, что эффективность передаваемой им механической силы была значительно увеличена. Дзинь из облаков доносился звук приведения в действие его механической армии, и его механическая армия вступила в войну. Приказы для армии получены. Район атаки подтвержден. Ум, раздался голос Филиппа из шлема Хансио. В следующее мгновение более миллиона псионических пушек открыли огонь и посыпались вниз, как гроза. Бум! Вся область была мгновенно расплющена, и металлическая земля треснула от псионических канонов. Механические части разлетелись во все стороны, и по всей поверхности спутника виднелись кратеры. Почти 40% оборонительных пушек были уничтожены одним ударом. Вооруженная крепость спутник была полностью подавлена армией Хансио. Механическая армия Хансио спустилась и разобрала артиллерийские башни вооруженной крепости спутника. Повсюду виднелись боевые действия, и дым войны покрывал все поле боя. Внезапно из механического костюма Хансио донесся сигнал тревоги от высокой энергии, и он немедленно уклонился в сторону. Ху! Топор Тамарии едва не пронесся мимо его тела. Подвижность бойца была чрезвычайно высока, и в тот момент, когда ее первая атака промахнулась, Тамария развернулась в воздухе и быстро опустила свой топор вниз. Ее мощные атаки приводили к оглушительному звуковому взрыву. Хансио выпустил два псионических щита своими руками и принял атаку без каких-либо колебаний. Во все стороны полетели искры, и громкий лязг раздался, как гром. Свист. Затем из трубки на спине костюма горной обезьяны вылетели темно-серебряные наночастицы и превратились в четырех полутелых фантомов. Фантомы плыли позади Хансио и направляли свои пушки на Тамарию и Хансио, которые сражались. Бах! Четыре фантома начали свой первый раунд атак, но не смогли остановить Тамарию от участия в ближнем бою. Она обратила свою энергию в пылающий щит и блокировала их атаку. Бах! Последовал второй раунд атак, и Тамария осталась равнодушной. Такого уровня атаки было недостаточно, чтобы заставить ее увернуться. Когда начался третий раунд атак, Тамария хотела блокировать его, как и раньше, но внезапно она почувствовала мощную силу, игнорирующую ее руку и идущую прямо к ее органам. Информационное сообщение «Легендарная боевая техника» активирована. Звук взрыва был громче, чем раньше. Бах! Выражение лица Тамарии осунулось, но она не могла не отступить. Какая мощная проникающая сила! Тамария подавила прилив крови, и на ее лице отразился шок. Хансиа воспользовался этой возможностью, чтобы увеличить разрыв между ними, посмотрев на боевую информацию из своего интерфейса. 35% истинного урона от предыдущей атаки превысили 12 000 единиц урона. Кроме основного толчка от его механической силы, он не использовал никаких других навыков. Просто дополнительный истинный урон от навыка «Легендарная боевая техника» превысил уменьшенный урон от трех раундов атак. Талант улучшения тела поистине ужасен. Подумал про себя Хансиа. Этот талант был проклятием всех бойцов. Тамария должна была быть бойцом 230-го уровня, который был ближе к танковой стороне. Ее выносливость должна быть около 1 600 очков, поэтому она должна иметь несколько талантов, чтобы увеличить силу своего тела. Ее здоровье также должно быть выше 300 000. В настоящее время здоровье Тамарии должно было быть более чем на 50% выше, чем у Хансиа, но их танковость отличалась. Хансиа полагался на преобразование энергии и здоровья, и его скорость восстановления могла заставить бойца, который шел по пути танка, усомниться в правильности своей собственной жизни. Этот талант действительно превзошел все мои ожидания, пока атаки моей армии гарантированно попадут в цель. Все эти мысли промелькнули в голове Хансиа менее чем за секунду, и остальные 4 супер-класса бедствия догнали его и начали свои различные атаки. Хансиа поспешно уклонился от всех дальних атак и внезапно почувствовал атаку, идущую сзади. Одним из его противников был боец, который шел по пути ловкости. Он проворно обошел Хансиа, как падающая звезда, и его кинжал из сплава выстрелил в позвоночник Хансиа. Он хотел обездвижить Хансиа. Хансиа даже не обернулся, и 4 фантома рухнули обратно в свою наночастичную форму. Затем наночастицы образовали механическую руку высотой около 7-8 метров. Пальцы и ладонь создали псионический щит и блокировали подлую атаку этого бойца. Бах! Затем механическая рука отбросила бойца прочь, как будто выбрасывала мусор. Испытав силу своего нового таланта, Хансиа больше не сражался с Тамарией и остальными лично. Вместо этого он отдал новый приказ, и половина его механической армии окружила 5 суперов класса бедствия. Она нападала на них сбоку, чтобы сорвать вражеские атаки и преследовать их. Думаешь это барахло сможет остановить нас? Раздался рев Тамарии, и пламя на ее теле взорвалось. В то же самое время, за пределами защитного щита базы Гипердрайва, Маррит и два других флота секции 0 сражались с оборонительным флотом противника. В начале сражения они одержали верх и заставили противника отступить. Однако другие крепости получили известие с базы, и часть их войск была немедленно послана для усиления этой базы Гипердрайва. В данный момент битва была чрезвычайно напряженной, и ни одна из сторон не имела преимущества. Блэкстар ступил на одну из вооруженных спутниковых крепостей. Как там обстоят дела? Маррит мог видеть местоположение Хансио из главной рубки управления. Секция 0 послала несколько групп силовых групп, чтобы попытаться захватить 9 различных вооруженных спутниковых крепостей. Однако все остальные были вынуждены отступить, и только Блэкстару удалось пробиться к одной из вооруженных спутниковых крепостей. Ладонь Маррита покрылась холодным потом. Сейчас его флот находился за пределами защитного щита. Сможет ли он уничтожить базу или нет, зависело от того, сможет ли Блэкстар уничтожить вооруженную спутниковую крепость. Он был надеждой всей деревни. Сэр, мы наблюдали битву между Блэкстаром и вооруженной спутниковой крепостью. Враг послал 5 суперов класса бедствия, чтобы остановить его, и они, похоже, связали Блэкстара. Это плохо, Маррит почувствовал, как его сердце сжалось. Если Блэкстар будет связан, вся битва закончится тупиком. Чем дольше тянулось сражение, тем невыгоднее оно было для них. Стиснув зубы, Маррит отдал приказ. Сообщите остальным двум флотам. Попросите всех их суперов класса бедствия сформировать небольшую команду и усилить Блэкстара. Его прижал враг и он нуждается в поддержке. Глава 683. Одно комбо. В центре базовой станции ее командир также наблюдал за движениями Блэкстара. Блэкстар единственный, кто пробил защитный щит. Тамария взяла людей, чтобы разобраться с ним, сказал наблюдающий офицер. Командир базовой станции кивнул и посмотрел на радар. Внезапно его глаза сузились. Хэм. Враг послал команду класса бедствия к вооруженной спутниковой крепости, в которой находится Блэкстар. Они пытаются прикрыть Блэкстара, сказал командир базовой станции глубоким голосом. На всякий случай пошлите к Блэкстару еще пять классов бедствия. Мы не можем позволить врагам уничтожить наши вооруженные крепости спутники. Если базовая станция потеряет свою защиту, наше поражение будет неизбежно. По мере отправки приказа были развернуты еще пять классов бедствия. Обе стороны послали подкрепление на поле боя, где находился Блэкстар. На вооруженной спутниковой крепости Хансио уже довольно долго сражался с Тамарией, а остальные четверо – с его механической армией. Поле боя простиралось на сотни миль. Везде, где они проходили, поверхность крепости была разорвана и пребывала в Хаосе. Битва в небе достигла своего апогея. Бум-бум-бум. Пять классов бедствия метнулись влево и вправо. Сломанные механические солдаты падали с неба один за другим. Бум. Темно-золотой механический топор вращался, как торнадо, сокрушая все механизмы на своем пути. Тамария колотила и пинала всех механических солдат вокруг себя в щепки. Остальные четверо также непрерывно наносили урон механической армии. Казалось, врагов было не остановить. Однако на самом деле они были ранены и измучены. Атаки почти миллиона машин были очень интенсивными. Рано или поздно в них попадут. Следуя требованию запуска легендарной боевой техники, Хансиа изменил метод управления Филиппа. Первые две атаки были сосредоточены на ограничении путей уклонения противника, чтобы повысить точность третьей атаки. Кроме того, он разделил частоту атаки различных подразделений. Это означало, что каждый раунд атаки армии включал в себя много истинного урона. Это было очень смертельно и сильно давило на врагов. Тамария не осмеливалась игнорировать нападение. Она должна была полностью сосредотачиваться каждый раз, когда армия атаковала. В противном случае, если бы она попала под атаки истинного урона, было бы счастьем отделаться легкими травмами. Она была в ярости. Это называется ограниченной летальностью. Джорд, ты кусок дерьма. Большинство низкосортных механических солдат все еще были хрупкими, когда сталкивались с классами бедствия, но их атака теперь была на другом уровне. Раньше, большую часть времени, Хансиа использовал механическую армию, чтобы снизить энергию врага, прежде чем он шел бить врага лично. Но теперь враги были полностью захвачены механической армией и едва могли держаться. У них не было даже шанса приблизиться к Хансиа. Филипп твердо контролировал всю битву. Хансиа был достаточно свободен, чтобы осуществить виртуальное вторжение в эту вооруженную спутниковую крепость. Вооруженная крепость спутник, казалось, имела бесчисленные оборонительные меры и сдерживала половину его механической армии. Чтобы быстро уничтожить этот спутник, виртуальное вторжение было наиболее эффективным методом. Бум. В это время Тамария внезапно использовала какую-то способность и проникла в окружение армии, волоча за собой кроваво-красное пламя. Как ракета, она рванулась к Хансиа. Ха. С громким ревом механический топор обрушился вниз. Ице. У Хансиа не было другого выбора, кроме как остановить виртуальное вторжение. Два псионических щита появились из каждой его руки и блокировали эту атаку. Клац. Топор застрял между щитами. На этот раз, как топор словно внезапно обрел силу поглощения, пламя по всему телу Тамарии потекло прямо в него, становясь все более и более красным. В следующее мгновение из топора вырвалась густая, мощная кроваво-красная волна. Полное попадание при нулевом расстоянии. Бум. Будучи атакован мощным ударом, Хансиа закашлялся и собирался отступить. К его удивлению, Тамария пошла быстрее и связала руки Хансиа цепью на конце топора, потянув его назад. Как я уже сказала, ты никуда не пойдешь. Тамария взревела и сильно ударила Хансиа по лбу. Бум. У Хансиа закружилась голова. Тамария обладала, по меньшей мере, двумя тысячами очков силы, так что для нее было нормально подавлять его в противостоянии грубой силы. Вибрация проникла в амортизационный модуль шлема и вызвала жужжание в ушах. Тамария уже собиралась продолжить атаку, но Хансиа внезапно вышел из горной обезьяны и обнажил свое тело. Он не только не выглядел испуганным, но даже слегка потерял дар речи. Ты действительно хочешь умереть? В следующий момент действия Хансиа привели Тамарию в замешательство. Он не только не убежал, но и обнял Тамарию за талию. Ты. Прежде чем Тамария успела отреагировать, она инстинктивно ощутила крайнее чувство опасности. Внезапно она что-то поняла, и все ее тело замерло. Вся механическая армия в небе внезапно развернула свои стволы и нацелилась на Хансиа, а также на Тамарию. Отпусти меня. Тамария была крайне потрясена и поспешно попыталась оттолкнуть Хансиа. Однако механический костюм горной обезьяны, теперь управляемый Филиппом, выпустил десятки сжатых шаров, которые превратились во всевозможные ловушки и были установлены вокруг них обоих. Со всеми этими ловушками ни один из них не мог двигаться в течение двух-трех секунд. Они оба стали неподвижными мишенями. Хансиа усмехнулся рядом с ухом Тамарии и сказал. Ты такого не ожидала, не так ли? Я всего лишь приманка. Ты хочешь покончить с собой? Только после того, как Тамария это произнесла, она поняла, что у Хансиа был титул бессмертного тела. Ярости отчаяния отразились на ее лице. Она стиснула зубы и сказала. Ты действительно думаешь, что тебя нельзя убить? Нет. Хансиа моргнул и сказал что-то, чего Тамария не поняла. Но я не восприимчив к истинному урону. В следующее мгновение бесчисленные псионические пушки выстрелили одновременно со всех сторон. Бум. Расширяющийся шар света поглотил их обоих. Остальные четыре класса бедствия бежали изо всех сил. Шар света расширился до максимума, прежде чем взорваться. Ударная волна снесла все вокруг, словно ластик след карандаша. Взорвавшийся шар света превратился в сверкающие световые осколки и рухнул, как дождь. В центре взрыва Хансиа был здоров и полон сил. Он вызвал механический костюм и снова надел его. Затем он отпустил обугленный труп, который все еще и спускал черный дым, позволив ему упасть с неба. С остальным телом он был невосприимчив к истинному урону. Благодаря циклу здоровья Ман и здоровье, утраченное в результате взрыва, быстро восстанавливалось. Он не только не был ранен, но даже чувствовал себя ожившим. О! Это потому, что увеличение атрибута от продвинутого усиления жизни уже наложило так много слоев. Неудивительно. Хансиа слегка приподнял брови, используя себя в качестве приманки, чтобы контролировать противника, прежде чем использовать механическую армию для фокусировки огня. Это был его козырь после получения способности здоровья цикла Маны. Если враг приблизится к нему, ничего не подозревая, он попадет в ловушку. После получения легендарной боевой техники, смертоносность этого метода стала козырной картой, которая теперь могла убить врага. Тамария мгновенно погибла под сфокусированным огнем. Независимо от того, кем она была, в глазах Хансиа она была просто бойцом класса А, у которого было около 70% здоровья, достаточно, чтобы быть убитым одним комбо. Хансиа обернулся и с улыбкой посмотрел на остальных четырех испуганных суперов класса бедствия. Давай узнаем друг друга получше. Четыре класса бедствия вздрогнули. С выражением ужаса на лицах у них была только одна мысль в голове. Не подходи ближе. Глава 684. Решающая победа бум. Вооруженная спутниковая крепость снова и снова вспахивалась механической армией. Четыре класса бедствия больше не окружали Хансиа, а бежали, в попытках спасти свои жизни. Нападая на врагов, Хансиа также параллельно взламывал вооруженную спутниковую крепость. В конце концов, уничтожение вооруженной крепости спутника было его главной целью. Убив Тамарию, остальные четверо вражеских суперов класса бедствия не осмеливались даже приблизиться к нему, поэтому никто ему не мешал. Многие из его виртуальных технологических способностей были улучшены по сравнению с тем, что было ранее, так что Хансиа успешно получил контроль над вооруженной спутниковой крепостью без особых усилий. Виртуальный механик класса А мог проникнуть в большинство искусственных интеллектов. Хансиа просмотрел модули вооруженной спутниковой крепости и вздохнул. Никакого модуля самоуничтожения? Стыдоба. После некоторого раздумья Хансиа взял под контроль вооруженную спутниковую крепость, чтобы открыть ее наземные туннели. Затем он послал несколько механических солдат в вооруженную спутниковую крепость и заложил вторичные псионические бомбы. С точки зрения эффективности, разрушение энергетической печи внутри вооруженной спутниковой крепости было намного удобнее, чем разрушение вооруженной спутниковой крепости снаружи. В то же самое время на главном поле боя, несколько небольших, проворных космических кораблей мчались между хаотичным полем сражения. В них находились классы бедствия, посланные Марридом. Они пытались прорваться сквозь вражескую оборону и поддержать Хансиа. Однако атаки пушек с частицами высокой энергии были слишком сосредоточены на поле боя, поэтому группы подкрепления были вынуждены отступать снова и снова, не имея возможности проникнуть во внутренние ряды противника. Поскольку флотилии земли кровопролития одна за другой пребывали на поле боя по каналам быстрого подкрепления, основной флот больше не мог обеспечивать прикрытие для этих групп подкрепления. Ситуация не очень хорошая. Мы слишком долго ждали. Многие враги в крепостях избавились от команд, которые сдерживали их раньше, и очень быстро прибывают на базовую станцию. Количество врагов, с которыми мы столкнулись, увеличилось во много раз. Внутри флагмана выражение лица Маррида изменилось, когда он услышал отчет. Он стиснул зубы и выдавил слова сквозь щель между зубами. Если так пойдет и дальше, мы добьемся только жалкой победы, а не полного уничтожения врага. Блэк Стар – ключ к выходу из положения, но он один, без поддержки. Неужели присланные нами помощники все еще не могут прорвать их оборону? Враги, похоже, знают о наших намерениях и полностью перекрыли все пути к вооруженной спутниковой крепости, в которой сейчас находится Блэк Стар. Выражение лица Маррида стало жестким. Он махнул рукой и произнес. «Передайте мои приказы всем подразделениям, уберите строй и выдвигайтесь вперед в его направлении. Откройте путь для команд подкрепления и прорвитесь сквозь оборону врагов». Как только его фраза закончилась, все были шокированы. Нынешняя ситуация была очень ясной. Ее можно было разделить на пять слоев. Самый внешний слой находился там, где находились морриты три флота секции 0. Еще один слой внутри был оборонительным флотом базовой станции. Эти двое сражались друг с другом. Флот обороны был гигантским защитным щитом базовой станции, разделяющим внешнее поле боя и ядро базовой станции. Еще одним слоем внутри были девять вооруженных спутниковых крепостей вокруг базовой станции. В центре всего этого находилась цель, которую планировала уничтожить секция 0, базовая станция Гипердрайваты 04. Приказ Моррита состоял в том, чтобы весь флот двинулся вперед без поддержки и открыл путь подкреплению для Блэкстера. Это ничем не отличалось от отказа от любой возможности отступить и намеренно войти в окружение противника. Если бы они проникли в линию обороны противника, но не смогли бы немедленно прорвать защитный щит базовой станции, это был бы их конец. Это азартная игра. Это слишком рискованно. Я не согласен с таким опрометчивым методом. Лучше продолжать бороться. Многие капитаны флота возражали. Они принадлежали к партнерским организациям и не были прямыми подчиненными Моррита. Обратная сторона сил Альянса снова проявилась. Когда они сталкивались с опасностью, которая требовала от них идти на риск, они не были едины и отдавали приоритет собственной безопасности перед общим исходом битвы. Возражения поступали из канала связи безостановочно. Выражение лица Моррита становилось все более и более сердитым. Только новые филенские повстанцы находились непосредственно под его командованием, но их было далеко недостаточно. Ему нужна была помощь от других организаций. Бах! Моррит больше не мог этого выносить. Он стукнул кулаком по столу и прервал возражения различных капитанов. Я знаю, что каждый из вас хочет получить благосклонность Пурпурного Кристалла и стать долгосрочным партнером цивилизации Звездного Скопления. Но вы не хотите бороться за нее ценой собственной жизни. Неужели вы думаете, что цивилизацию Пурпурного Кристалла легко обмануть? Я сыт по горло тем, что снова и снова терплю поражение от Земли Кровопролития. Прямо перед нами сейчас есть такая возможность. Его превосходительство Блэк Стар сражается с врагами ценой собственной жизни. Если мы его поддержим, мы сможем выйти из тупика и выиграть эту битву. Вы все большие организации из ваших звездных систем, известные и прославленные, почему вы все стали кучкой трусов? Если у вас даже не хватает смелости немного рискнуть, простите меня за эти слова, но зачем вы вообще вступили в эту войну? Каналы связи затихли, никто не произнес ни слова. Видя это, Маррит низким голосом произнес. Выполнять приказ весь флот больше не двигался вперед медленно. Они втянули свой строй и врезались прямо в строй флота обороны базовой станции, как молот. Выдерживая атаки со всех направлений, флот Альянса вошел вглубь вражеского флота и направился к вооруженной спутниковой крепости, на которой находился Хансиа. Поначалу вражеский флот был сбит с толку внезапной переменой, но они очень быстро изменили свое построение и преградили путь флоту Маррида. Вскоре после этого флот Маррида уже не двигался быстро вперед. Как будто они ступили в болото, каждый шаг вперед становился трудным. К этому моменту они уже углубились в линию обороны и находились на небольшом расстоянии от защитного щита вооруженной крепости спутника. Тем не менее, похоже, что продвижение флота Маррида через такое короткое расстояние должно было занять в 10 раз больше времени, чем они потратили, чтобы добраться сюда. Держаться. Вооруженная спутниковая крепость прямо перед нами. Командный отсек сотрясался от ударов, когда Маррид громко приказал. Подкрепление, ваша очередь. В это время атмосфера среди команд подкрепления была напряженной. С серьезным лицом, капитан класса в бедствии громко сказал. Все, приготовьтесь к бою. Его превосходительство Блэкстар нуждается в нашей помощи. Вперед. В следующее мгновение эти несчастные выскочили из корабля, быстро двинулись, используя другие космические корабли в качестве прикрытия, и, наконец, прорвали линию обороны под нервным взглядом Маррида. Они направились к вооруженной крепости спутнику. Маррид с надеждой смотрел на эти классы бедствий, когда те быстро приближались к вооруженной крепости спутнику. От этого зависело, выиграют они или проиграют. Но в тот момент, когда он очень нервничал, что-то вдруг произошло. Члены группы подкрепления как раз собирались достичь защитного щита вооруженной спутниковой крепости, когда вооруженная спутниковая крепость внезапно испустила ослепительный свет и взорвалась. Вся вооруженная спутниковая крепость взорвалась изнутри. Эта крепость, похожая на маленькую планету, в мгновение ока превратилась в ослепительный взрыв. Бесчисленные куски брони, детали и машин были унесены ветром, превратившись в плавающие космические обломки. Удар был такой же большой, как взрыв планеты. Когда крепость была разрушена, защитный экран базовой станции потерял один из своих генераторов. Щит в этой области внезапно исчез, показав огромную дыру, более чем достаточную, чтобы флот мог войти. За дырой находилась базовая станция гипердрайва, теперь уже без всякой защиты. Путь к ядру врага открылся. В это же время из-под обломков вооруженной крепости спутника вылетел человек. Хансио. Внезапный взрыв привлек на поле боя внимание всех, друг или враг, но все они смотрели на него с потрясением на лицах. Блэкстар в одиночку уничтожил вооруженную спутниковую крепость. Механическая армия уже была восстановлена. Хансио взял свои армейские ящики и покинул обломки. На его механическом костюме было довольно много следов ожогов. Он сразу же увидел членов команды подкрепления. Он помахал рукой и послал голосовое сообщение. Вы, ребята, опоздали. Все члены команды подкрепления были морально готовы к предстоящей кровавой схватке, но сейчас они чувствовали себя так, словно только что пробили воздушный шарик. Ошеломленные. Они все посмотрели на Хансио. Где враги? Ты их всех убил? Они были совершенно шокированы. Сколько классов бедствия только что убил Блэкстар. Какая удивительная работа. Моррид был ошеломлен на мгновение, прежде чем стал вне себя от радости, крича от возбуждения. Он думал, что Блэкстар сдерживается врагами и не имеет никакой поддержки, но, похоже, ситуация была противоположной тому, что он предполагал. Он никак не ожидал, что Блэкстар может разрушить крепость, даже находясь в окружении многих классов бедствий. Как чертовски надежно. Защитный щит сломался очень вовремя. Это была прекрасная возможность. Не имея времени думать о других вещах, Моррид воспользовался случаем и быстро отдал приказ. Весь флот направился прямо через дыру в гигантском защитном щите, интенсивно обстреливая базовую станцию. В то же время базовая станция дрожала от ударов. Сцена внутри была полна хаоса. Пронзительные сигналы тревоги эхом отдавались в каждом углу. Внимание! Внимание! Обнаружена высокоэнергетическая атака. Подобно обратному отсчету мрачного жнеца, яркие и похожие на фейерверк лучи атак за окнами быстро приближались. Внутри главной рубки управления командир базовой станции выглянул в иллюминатор, дрожа и подергиваясь от страха. Как и все остальные, он был в отчаянии. Он не мог этого понять. Почему Блэкстар настолько сильнее, чем говорит разведка? На всякий случай он отправил туда пять классов бедствия, чтобы поддержать Тамарию. Они должны были охранять спутниковую крепость от подкреплений Блэкстара. Однако он никак не ожидал, что Блэкстар убьет Тамарию, когда эти пять классов бедствия будут еще в пути. Она была там самым сильным человеком, и все же ее вот так убили. Когда прибыло пять подкреплений, четыре класса бедствия, следующие за Тамарией, были либо мертвы, либо тяжело ранены. Они были раздавлены. Блэкстар не остановился на достигнутом и пошел вперед, чтобы уничтожить пять классов бедствия, которые только что прибыли. Блэкстар уничтожил более половины высокоранговых бойцов, размещенных на базовой станции, в одиночку. Информация, как справиться с Блэкстаром в файле разведки была абсолютно бесполезной. Это полностью нарушило все их планы. Командир базовой станции окаменел и не мог думать. Перед лицом такой непреодолимой мощи он чувствовал себя бессильным и не знал, что с этим делать. Все, что он мог делать, это смотреть, как Блэкстар превращает вооруженную спутниковую крепость в фейерверк. Время, казалось, замедлилось, и атаки становились все ближе. Яркий свет осветил лицо командира базовой станции и заполнил все поля его зрения. В этот момент у него была только одна мысль. Я проиграл Блэкстару. Глава 685. Послевоенная конференция. Тысячи атак обрушились на базовую станцию Гипердрайва, мгновенно разорвав ее на куски. К этому моменту Хансио уже вернулся в стелс черный свет. Он снял механический костюм, помассировал плечи и улыбнулся, увидев, как разрушается базовая станция Гипердрайва. Наконец-то победа. Мои усилия не пропали даром. На интерфейсе появилось уведомление о завершении стратегической миссии. Уничтожение вооруженной крепости спутника в одиночку сделало рейтинг миссии очень высоким. Благосклонность к нему пурпурного кристалла увеличилась на 1,350, и он также был награжден десятками миллионов опыта. Однако это была лишь малая часть награды, которую он получил на этот раз. Одно убийство Тамарии, которое было на много уровней выше его, дало ему более полмиллиарда опыта. Получение опыта через убийство класса в бедствии на самом деле довольно эффективно. Пока нет игроков, это довольно хороший вариант. Война действительно была возможностью. Где еще он сможет найти столько врагов в класса бедствия? В этой битве он получил более ясное представление о своей собственной силе. По сравнению с двумя месяцами ранее, его боеспособность теперь находилась на совершенно ином уровне. С помощью легендарной боевой техники он мог сокрушить большинство противников только своей механической армией. Несмотря на то, что он только что вступил на территорию класса А, его фактическая боеспособность уже превысила высших суперов в класса А. С таким количеством мощных талантов улучшения тела, которые объединялись друг с другом, фактически эффект в бою был лучше, чем он себе представлял. Не послав на сражение с ним хотя бы 10 обычных классов бедствия, это было сродни принесению в дар жизни тех несчастных суперов. До тех пор, пока не вмешается супер выше класса А, остальные в земле кровопролития не должны быть мне ровней. У Хансио эта мысль мелькнула лишь на секунду, прежде чем он тут же дал себе пощечину и избавился от нее. Это было близко. Я чуть не поплатился собственной смертью. Хансио повернулся, чтобы посмотреть на поле боя. С уничтожением базовой станции враги потеряли свой канал усиления. Патовая ситуация была мгновенно нарушена. Боевой дух секции 0 был поднят, и они начали уничтожать оставшихся врагов. Полное поражение врагов было лишь вопросом времени. Хансио выполнил свою миссию, поэтому он не принимал участия в последующих сражениях. Он расслабился с флотом армии Блэкстера сбоку. Моррит и три флота перехватили и окружили оставшихся врагов. Исход этой битвы был уже предрешен. Поскольку она быстро закончилась, секция 0, наконец, добилась своей первой большой победы. Три флота зачистили поле боя и забрали добычу, прежде чем покинуть сцену группами. После более чем часового гипердрайва флот медленно остановился в безопасном районе. Хансио получил приглашение Моррита принять участие в послевоенной конференции на флагмане. Вызвав Херлауса, Хармана и других офицеров, Хансио соединил свой космический корабль с флагманом. Свист. Люк открылся. Перед ними был соединительный коридор. Хансио повел остальных на флагманский корабль. Там уже ждали несколько администраторов. Они быстро подошли и приветствовали его почтительным тоном. Ваше превосходительство, Блэкстар, все уже прибыли. Они все ждут вас. Показывай дорогу. Хансио кивнул и последовал за секретаршей к двери конференц-зала внутри флагмана. Дверь отворилась, и изнутри послышались радостные и восхищенные голоса. Атмосфера казалась очень позитивной. В помещении было довольно много людей. Были приглашены все люди, ответственные за партнерские организации внутри флота. Добившись на конец победы, все были в приподнятом настроении. Хансио вошел, и болтовня в зале внезапно прекратилась. Все обернулись. Увидев, что это Хансио, их глаза наполнились восхищением и уважением. Они открыли для Хансио путь. Блэкстар, вы здесь. Быстро, присаживайтесь. В центре зала стоял круглый стол для совещаний, за которым сидели все желающие. Маррит сел на место хозяина. Увидев Хансио, он быстро встал и страстно пригласил его сесть. Привет, как дела? Вы уже поели? Хансио сел на свое место и небрежно поприветствовал остальных. Ха-ха, теперь, когда все собрались, давайте начнем совещание. Его превосходительство Ральф хочет нам кое-что сказать. Маррит улыбнулся и нажал на кнопку. Изображение Ральфа появилось над центром стола для совещаний. Ральф откашлялся и заговорил. Ребята, вы проделали очень хорошую работу. Вы уничтожили базовую станцию, в результате чего 12 опорных пунктов земли кровопролития были изолированы, а их силы разделены. Наши войска успешно уничтожили эти 12 опорных пунктов с очень низкими потерями. Это наша первая ошеломляющая победа. Хлоп-хлоп-хлоп. Все зааплодировали. Маррит, ты был очень решителен. Твой вклад в уничтожение базовой станции огромен. Крррр, ты сдержала врагов и выполнила свою миссию. Кррр, ты. Ральф похвалил всех присутствующих, одного за другим. Аплодисменты продолжались без остановки. Выражение лица Хансия было странным. Это напомнило ему объявление результатов экзамена. Они только что выиграли битву, и теперь их уже оценивали за их вклад. Также, самая большая заслуга этой победы. Ральф повернулся и посмотрел на Хансия с широкой улыбкой на лице. Блэкстар, ты уничтожил вражескую вооруженную спутниковую крепость и оборонительные меры в одиночку, что, можно сказать, является ключевым моментом в повороте битвы. Все согласно закивали. Кто сказал, что один человек не может изменить ход битвы? Только Блэкстар мог выполнить такого рода ключевую тактическую миссию. Его действия определяли их победу и решали исход стычки. Хэм, я просто сделал то, что должен был. Хансия сохранял свое обычное выражение лица и махнул рукой, как будто это не было большой проблемой. Маррит не удержался и добавил. Если бы не вы, в лучшем случае, мы бы одержали трагическую победу. Конечно, ваши заслуги самые огромные. Губы Хансия дрогнули, и ему ничего не оставалось, как вежливо улыбнуться. Ральф улыбнулся и сказал. Тебе не нужно быть скромным. Я уже доложил начальству. Они очень довольны твоими достижениями. В качестве награды люди наверху решили увеличить свои инвестиции в армию Блэкстара. Кроме того, они рассмотрят возможность сделать себя долгосрочным партнером. Когда Ральф сказал это, выражение лиц у всех слегка изменилось. Они ревновали. Самая большая цель, которую они преследовали, вступая в тайную войну, состояла в том, чтобы стать долгосрочным партнером цивилизации звездного скопления. Блэкстар был уже на шаг впереди них. В глазах высших эшелонов в цивилизации пурпурного кристалла важность армии Блэкстара, вероятно, уже превзошла любого из других членов секции 0. А вот это то, что я хотел услышать, реальные выгоды. Ханся улыбнулся. Кстати, ты также убил арбитра земли кровопролития, Тамарию. Это первый высокопоставленный офицер земли кровопролития, который погиб. Земля кровопролития потеряла важного члена. Ты проделал хорошую работу. Ханся был ошеломлен. Итак, это вспыльчивая женщина, которую я убил, первый важный офицер войск земли кровопролития, погибшей в тайной войне. Это значит, что я взял первую девственную кровь. Хибер же не рассердится верно. Из-за невыгодного положения, в котором они находились последние два месяца, Ральф был невероятно напряжен. Он все еще хотел отомстить. Как только Блэкстар вернулся, он, наконец, заставил землю кровопролития пролить кровь. Ральф почувствовал облегчение. Чем больше он смотрел на Ханся, тем больше испытывал удовлетворение. По его мнению, боеспособности Блэкстара превышали норму обычных классов бедствия. Обычно, только кто-то выше класса А был бы в состоянии сокрушить группу классов бедствия. Однако Блэкстар не был выше класса А. Следовательно, он чувствовал, что этому есть только одно объяснение. Потенциал Блэкстара был экстраординарным. Более того, его потенциал слишком быстро становился реальной силой. Он явно был намного сильнее, чем два месяца назад. Пурпурный кристалл и раньше заглядывал в прошлые Хансиа. Около 10 лет назад Блэкстар только вошел в галактику и создал свою группу наемников. Тогда он еще не был в классе В, но менее чем за 10 лет очень быстро поднялся. Это означало, что у Блэкстара было огромное количество потенциала выйти за пределы класса А. За все годы, прошедшие с конца эры исследований до сих пор, ни один из суперов выше класса А не поднимался так быстро, как Блэкстар. Ральф был в восторге. Пока тиран не вступит в игру, Блэкстар может быть в состоянии сокрушить все классы бедствия земли кровопролития. Он был основным оружием убийства бойцов высокого уровня. Самое большое преимущество, которое было у Секции 0, эта оценка сразу после боя была сделана специально. Одна из причин заключалась в том, чтобы использовать награждение Блэкстара в качестве примера, чтобы побудить больше членов Секции 0 желать выигрывать сражение, устраняя недостаток сил Альянса. Вторая причина заключалась в том, чтобы выразить свое отношение к Блэкстару о том, насколько он важен для них. Убить двух зайцев одним выстрелом. В этот момент никто не понимал, что последствия этой стычки будут намного больше, чем они думали. Глава 686. План тирана после этой победы Секция 0 временно больше не проводила контратакующих операций. Хансио покинул основной флот после того, как получил контакты Маррида и других. Награда за эту миссию пришла очень быстро. Пурпурный кристалл был очень щедр, дав ему в общей сложности 27 миллионов и на и другие редкие ресурсы, ясно выражая важность Хансио для них. После этой битвы Ральф увидел в Хансио сокровище. Он велел Хансио временно оставаться на месте. Только в важных миссиях он мог использовать козырную карту Блэкстара. Не было никакой необходимости использовать его для обычных партизанских операций. Конечно, Хансио был более чем готов расслабиться. Он мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы переварить ресурсы, которые он только что получил от цивилизации Пурпурного кристалла, и пополнить свою механическую армию. Более того, Лаги тоже был на пути туда. В то же время влияние этой войны медленно распространялось. Новости Секция 0 одержала огромную победу в звездной системе Кая, уничтожив 12 планет крепостей Земли Кровопролития. Для различных цивилизаций и организаций расколотого звездного кольца, которые обращали внимание на тайную войну, эта новость быстро придала сил. С самого начала войны это была первая успешная контратака Секции 0. Они наконец-то положили конец череде своих неудач. Эти организации знали, какова стратегия Пурпурного кристалла, стратегически сдать некоторые районы и разделить силы Земли Кровопролития. Они знали, что тайная война рано или поздно зайдет в тупик и что война, вероятно, закончится только через много лет. Талантливые личности, появляющиеся в тайной войне, становились центром внимания различных организаций. Война всегда была сценой для сильных, кратчайшим путем к чести. Всегда были люди, которые прославились благодаря войне. Для всех, кто обращал на это внимание, Хансио был явно самой яркой звездой, рожденной на этой сцене. Все остальные бледнели в сравнении с ним. Поворотным моментом для Блэкстера с начала войны стало то, что он смог пережить атаки всех восьми офицеров Авангарда. Этим он заслужил прозвище Бессмертное тело, которое распространилось по всему звездному полю. Всего через два месяца он снова добился поразительных успехов, убив 10 суперов класса Бедствия, включая Арбитра Земли Кровопролития Тамарию. Он снова стал сенсацией. Семена выше класса А в прошлом в течение долгого времени были тихими. После стольких лет ни один из них не стал новым супером выше класса А. Семена выше класса А впервые попадавшие в список именно в тот момент испытывали пик известности. Словно по циклу, настала очередь Блэкстера. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Блэкстер стал семенем выше класса А. Эти два достижения были его фирменными делами, вызвавшими дискуссию между бесчисленными людьми. Эти два невероятных достижения произвели химическую реакцию, сделав Хансиа последней горячей темой уровня звездного поля. Его слава в расколотом звездном кольце взлетела до небес, и его положение росло так же быстро. До этого Блэкстер не считался в расколотом звездном кольце кем-то огромным. Большая часть его положения была из-за парящего дракона. Тем не менее, он постепенно превзошел титул кого-то из парящего дракона, и его собственное положение начало расти. Можно сказать, что он стал сенсацией за одну ночь. В этой битве Хансиа продемонстрировал не только свой потенциал, но и свои истинные боевые способности, с которыми почти никто в его классе не мог сравниться. Для многих организаций Блэкстер был почти наполовину выше класса А. Казалось, что у него действительно был шанс однажды сесть на трон супера выше класса А. Выход кого-то за пределы класса А всегда был сенсационным. Если бы в расколотом звездном кольце появился пятый супер выше класса А, проблемы между Клентом и Пурпурным Кристаллом стали бы неважными. Когда Хансиа стоял против восьми офицеров Авангарда, эти крупные организации все еще наблюдали. Однако после того, как новость о том, что он убил несколько классов бедствия распространилась, многие люди больше не могли просто смотреть. Одни хотели, чтобы он умер, а другие, чтобы он жил. Все больше людей хотели связаться с ним. Многие из тех, кто раньше просто наблюдал, решили присоединиться. Хансиа еще не знал, что бури, которые он поднял, сделали влияние тайной войны намного большим, чем предполагалось. Надвигался циклон, скрытый под тайной войной. В то время Клент и Пурпурный Кристалл ничего не знали об этом, и они не думали, что эта война выйдет из-под их контроля. В штаб-квартире земли кровопролития, во дворце тирана, размером с гору, Хебер сидел на парящем троне, глядя вниз на испуганного Джорда. Тамария умерла. Джорд вздрогнул. Не смея поднять глаз, он опустил взгляд на землю и сказал, она умерла от рук Блэкстера. Я тоже несу ответственность. Мои сведения были неточны. Не имеет значения, если погибнут те, кто ниже уровня бедствия, но Тамария была другой. Она была одним из ключевых членов, которые следовали за землей кровопролития через битвы самого раннего времени. Раньше она даже получала личное руководство от тирана. Смерть опытного арбитра была огромной потерей. Хэм, ладно, произнес Хебер безразличным тоном. Какое-то время Джорд стоял неподвижно, но не услышал следующей половины фразы, которую ожидал услышать, поэтому осторожно спросил. Что мы должны сделать? Смерть на войне – это праведный конец для воинов, медленно произнес Хебер. На войне ты можешь убивать людей, и люди могут убить тебя. Джорд был ошеломлен. Значит ли это, что тиран не собирается мстить? Эй, я думал, вы. Ты думал, что я приду в ярости, немедленно отомщу за Тамарию? Хебер слегка нахмурился. Тогда зачем мне нужны ваши люди? Хебер был властным, но это не означало, что он был безрассудным и импульсивным. Он был спокоен и не изменил бы своего плана только потому, что один или два его подчиненных погибли. До тех пор, пока на стороне противника не будет бойцов выше класса А, ему будет нелегко сделать хоть один шаг. Это уже давным-давно было обговорено с клиентом. Обычно Хебер был предубежден по отношению к своим подчиненным, но на войне он был хладнокровен. Войны были испытанием крови и огня. Хебер не собирался защищать своих подчиненных. Ему нужно было, чтобы его офицеры росли в огне войны. Даже если все они умрут, он не почувствует боли в сердце. Его организация была его инструментом, а не слабостью. Джорд не знал, что сказать. Однако это еще не конец. Сказал Хебер, что это значит, искренне спросил Джорд. Он ответит за это. Наши сражения будут неизбежны, холодно сказал Хебер. У него есть потенциал выйти за пределы класса А, но на данный момент он все еще является классом бедствия. Если я убью его сейчас, это будет слишком скучно, поэтому я дам ему время вырасти. Если он останется в классе бедствия, я ничего ему не сделаю, но как только он выйдет за пределы класса А, я лично ударю по нему и забью до смерти. Если даже к концу войны он не сможет выйти за пределы класса А, я все равно убью его к тому времени. Но, Блэкстар очень силен. Он принесет много потерь нашим бойцам высокого уровня. Джорд не смог удержаться, чтобы не сделать на этом акцент. Он надеялся, что Хебер передумает и убьет Блэкстара немедленно. Я знаю, что потери будут велики. Хебер посмотрел на Джорда и медленно проговорил. Следовательно, Блэкстар это враг, которого я оставляю вам. Выжить против него, стать сильнее или умереть. Те, у кого нет даже этой малой доли веры в себя, могут попросить вернуться в штаб-квартиру. Им больше никогда не придется выходить на поле боя. Хебер знал, что Хансиа был силен, поэтому он хотел использовать его для обучения офицеров под своим командованием. Теперь, когда все силы обратили внимание на Блэкстара, если бы он, супер выше класса А, лично атаковал класс с бедствия, это выглядело бы с его стороны мелочным. Даже несмотря на то, что Блэкстар был с именем выше класса А, Хебер все равно мог легко убить его. Хебер презирал убийство Блэкстара. В его глазах это было бы не только подло, но и недальновидно. Немедленное убийство Блэкстара в лучшем случае устранит препятствия этой войны и уменьшит потери его организации. В глазах Хебера это даже не стоило упоминания по сравнению с тем, что он мог получить, убив человека за пределами класса А. Он был готов дать Хансиа время вырасти. Земля кровопролития была такой огромной и могущественной, потому что он, супер выше класса А, был ядром, которое объединяло все это. До тех пор, пока он тут, никто не будет ранен без возмездия. Пока он там, земля кровопролития сможет быстро развиваться. Ему нужен был достойный противник. Если бы Блэкстар действительно мог стать высшей класса А, это стало бы сенсацией на все звездное поле. Если тогда он начнет сражаться с Блэкстаром, ни у кого не возникнет с этим проблем. Я не буду запугивать тебя, когда ты слаб. Я подожду, пока ты достигнешь моего уровня, а потом убью тебя. Властный, как всегда. Таким образом, влияние, которое он получит, будет намного больше. Смерть Блэкстара вновь принесет славу титулу тирана. Понятно, я сообщу всем о ваших намерениях. Голос Джорда стал громче, покоренный личностью Хебера. Хотя, с точки зрения Джорда, позволить Блэкстару расти было не самым мудрым решением. Но, это так властно. Он был абсолютно уверен в Хебере. Даже если Блэкстар станет выше класса А, он все равно не сможет сравниться с тираном. Взгляд его превосходительства Хебера на этот вопрос находится на другом уровне. Он видит большие возможности, в то время как мое видение было ограничено этой войной. Я слишком мелочен. Блэкстар снова стал сильнее. Во дворце парящего дракона Изоп смотрел новости. Он вздохнул и посмотрел на Имс, которая сидела на парящем троне. Я все еще недооценивал его. Тогда я хотел, чтобы Блэкстар был твоей правой рукой. Я никогда не думал, что он будет расти так быстро. Рано или поздно он попросит оставить парящий дракон. Имс молчала. Она хотела, чтобы Хансио стал сильнее, но она не хотела, чтобы Хансио покинул ее сторону. Изоп вздохнул и сказал. Он много сделал для парящего дракона, но раньше я видел многих, кто был выше класса А, кроме тех, кто воспитан тремя универсальными цивилизациями. Никто не хочет быть под чьим-то началом. Я знаю, что он важен для тебя, но расколотое звездное кольцо очень велико. Он не будет твоим подчиненным вечно. Он не сможет уйти, холодно произнесла Имс. Изоп нахмурился. Не будь своевольной. Несмотря ни на что, Блэкстар, твой друг. С такими отношениями вы оба определенно станете союзниками. Нет необходимости создавать конфликт. Я сказала, что он не сможет уйти. Имс повысила голос и прервала Изопа, прежде чем опустить глаза. Если только я не смогу его остановить. Глава 687. Лидер темной звезды и падший ковчег военный завод базы 1 Блэкстара был настолько велик, что конца его не было видно. Бесчисленные сборочные линии работали каждый час дня. Механические части были собраны во все виды оборудования бесчисленными механическими руками. Несколько механиков ходили между сборочными линиями, время от времени отлаживая их. Верхняя часть фабрики была главной диспетчерской, откуда можно было наблюдать за всей фабрикой. Колоды чертежей были разложены на столе из сплава возле окна главного диспетчерского пункта, перевернутой рукой человека. Рейнольд сидел, выпрямившись у стола и с серьезным видом читал чертежи. На этот раз дверь главного отсека управления распахнулась, и Сильвия вбежала с радостным выражением на лице. «Эй, у меня хорошие новости». Рейнольд медленно оторвал взгляд от чертежей и посмотрел на Сильвию. «Старшая сестра, пожалуйста, скажи», – произнес он с серьезным лицом. Сильвия уже привыкла к личности Рейнольда и научилась избирательно игнорировать некоторые ее части. Она подняла руку, и в ее ладони появился шар мерцающей механической силы. «Хе-хе, я теперь класса В, разве я не шикарна?» – сказала Сильвия с возбужденным выражением. «Поразительно», – подтвердил Рейнольд с невозмутимым выражением лица. Он даже поднял руки и захлопал в ладоши. Увидев это, Сильвия почувствовала себя неловко. Она чувствовала, что то, чем она гордилась, не стоило упоминания в глазах класса бедствия. Но она не могла не поделиться своей радостью. Хансиа забрал старых офицеров на войну, так что самым близким к ней среди оставшихся людей был только Рейнольд, который следил за материально-техническим обеспечением. Обычно она задавала Рейнольду любые вопросы. Хотя номинально Рейнольд был ее младшим братом, на самом деле он считался ассистентом Хансиа. Сильвия не могла подавить волнение, вызванное поступлением в класс В, и снова почувствовала себя счастливой, хотя некоторое время чувствовала себя неловко. С решительностью на лице она произнесла. «Учитель определенно будет очень счастлив, когда услышит об этом. Он всегда возлагал на меня большие надежды. Самое главное, Хансиа пообещал ей, что если она сможет стать супером класса В, то в будущем сможет сосредоточиться на боевых действиях и не делать домашние задания каждый день. Я свободна. Я, Сильвия, счастлива». После того, как Сильвия какое-то время наслаждалась своим счастьем, она поняла, что Рейнольд ничего не сказал. Она подняла глаза и поняла, что, хотя Рейнольд смотрел на нее, его глаза украдкой косились на чертежи на столе. «Неужели разговаривать со мной так скучно?» Сильвия щелкнула пальцами, придала лицу сердитое выражение и напомнила. «Я с тобой разговариваю». Рейнольд оглянулся и сказал с серьезным выражением лица, как будто ничего не произошло. «Им-им-им, ты права». «Вау, какой поверхностный ответ». Сильвия стиснула зубы, глубоко вздохнула и успокоилась. Затем она достала коммуникатор и сказала. «Кстати, учитель недавно снова сделал что-то замечательное. Смотри, люди по всему звездному полю обсуждают его на всех платформах. Все они говорят, что у него есть самый высокий шанс стать следующим супером выше класса расколотого звездного кольца. «ПЦ-ПЦ, я никогда не думала, что учитель настолько удивителен. Если он действительно станет выше класса, как его ученики, может быть, мы». После паузы Сильвия вдруг поняла, что Рейнольд больше не реагирует. Она подняла глаза и увидела, что Рейнольд снова смотрит на чертежи на столе. «Все еще косишься?» Сильвия была смущена и раздражена. Она щелкнула пальцем еще громче. «Неужели я, такая красивая леди, не так привлекательна, как эти скучные чертежи?» «Нет, я слушаю». Рейнольд откашлялся. Он взял коммуникатор из рук Сильвии и посмотрел новости. Его лицо снова стало серьезным, и он пробормотал. «Блэкстар. Семя выше класса А». Увидев, что Рейнольд наконец перестал смотреть на чертежи, на тонком и изящном лице Сильвии появилось самодовольное выражение. Как секретарь Хансиа, она знала, что срок контракта Рейнольда подходит к концу. Она чувствовала, что ради армии Блэкстара должна заставить Рейнольда остаться. Судя по тому, что она знала о Рейнольде, желание этого человека учиться превосходило даже его физиологические желания. Сильвия чувствовала, что лучший способ заставить его остаться – это постоянно напоминать ему, что учитель становился все сильнее и сильнее, показывая ему, насколько выдающимся был учитель. Таким образом, Рейнольд мог бы остаться и продолжить следовать за Блэкстаром, чтобы учиться и работать на армию. Хотя Сильвия на самом деле не хотела делить своего учителя с Рейнольдом, ради армии она решила пожертвовать этим. Выше класса А. Выше класса А, пробормотал Рейнольд. Обычно он всегда выглядел серьезным и официальным, но сейчас, похоже, у него было что-то тяжелое на душе. Блэкстар. Блэкстар может решить эту проблему раз и навсегда. Что? Сильвия не поняла, что он подразумевал. Ничего. Рейнольд снова стал серьезным. В то же время в тренировочном лагере базы 1 Блэкстара Брок выключил коммуникатор, который передавал новости. Он хотел взять кубок с вином и выпить, чтобы подавить страх, но понял, что его рука дрожит. Он был остатками темной звезды. После того, как лидер темной звезды исчез, он помнил о своей миссии и верил, что лидер обязательно вернется. Поэтому он присоединился и проник в армию Блэкстара, надеясь однажды стать важной шахматной фигурой для лидера. Теперь он исполнял обязанности сержанта-инструктора на базе. В течение последних двух лет Брок работал в страхе, не осмеливаясь делать что-либо из ряда вон выходящее, и тщательно скрывал свою личность, боясь быть заподозренным кем-либо. То, что его поддерживало – доверие к лидеру темной звезды. Однако, когда он увидел новость о том, что Хансио становится семенем выше класса А, Брок понял, что его вера пошатнулась. Он не мог не усомниться, действительно ли лидер будет соответствовать Блэкстару. Сможет ли он на самом деле завершить свою месть? Не будет ли это просто самоубийством? Если так, то его пребывание в армии Блэкстара в качестве шпиона может толкнуть лидера в огненную яму. Брок был встревожен. Подавляющая сила Блэкстара приводила его в отчаяние. Он почти не мог даже думать о сопротивлении. Он втайне принял решение. Если лидер однажды вернется, и он сможет связаться с ним, он должен будет убедить лидера не связываться с Блэкстаром. Это будет труднее, чем возиться с Гадарой на опустошенной цивилизацией планете в некотором звездном поле. Поверхность планеты горела бесконечным пламенем и дымом. Земля была разрушена, города разрушены, и бесчисленное множество людей было убито. Флот, завершивший вторжение, втянул свои артиллерийские стволы, медленно поднимаясь над атмосферой, оставляя почти полностью разрушенную цивилизацию поверхности планеты. Этот флот вторжения состоял из трех тысяч линкоров. Однако недалеко от планеты пришвартовался огромный флот, в тысячу раз больше. Линкоры казались бесконечными, как будто они заполняли всю галактику. Три тысячи линкоров были всего лишь небольшой частью этого огромного флота. Флот такого размера мог бы даже напрямую сражаться с цивилизацией звездного скопления. Три тысячи боевых кораблей вернулись к большой армии со своей добычей, как капля воды, попавшая в океан. Ведущий дискообразный линкор этой команды отклонился от остальных и постепенно вошел вглубь армии, достигнув центра этого огромного флота. В центре флота находился гигантский корабль планетарного уровня. По сравнению с этим дискообразный космический корабль был похож на гальку, а этот гигантский главный корабль – на гору. На внешней броне главного корабля был нарисован заметный знак «Серый человек» в капюшоне. Дисковый космический корабль вошел в док главного корабля, пролетел по длинной полосе и остановился у ангара. Свист. Люк открылся, и оттуда вышел лидер темной звезды. С бесстрастным взглядом он обернулся и махнул рукой, давая понять подчиненным, чтобы те привели дюжину слабых пленников и последовали за ним. Пройдя некоторое время, они подошли к огромным воротам из сплава. Гигант-циклоп, охранявший ворота, увидел десятки пленников позади лидера темной звезды и ухмыльнулся. «Вы довольно быстры. Входите, он вас ждет». Пока он говорил, ворота из сплава медленно открылись. Лидер темной звезды сосредоточился и повел остальных и вошел внутрь. Вид перед его глазами стал ярким. Шум и волны жара ударили прямо в лицо. Это был огромный дворец, в котором сейчас устраивали вечеринку. Там было бесчисленное множество столов, заполненных вкусной едой и алкоголем многих раз, и повсюду были люди. Бесчисленные существа из разных раз жадно поглощали мясо и напитки, ревя и громко смеясь. В толпе прогуливались и танцовщицы, которых время от времени грубо ощупывали прохожие. Лидер темной звезды даже увидел, что кто-то в углу обнимает танцовщицу и прижимает ее к стене, его смех и рев смешались с шумом. Хаос заполнил всю комнату. Несмотря на то, что он прожил там несколько лет, лидер темной звезды все еще не мог не нахмуриться, так и не привыкнув к этой стимулирующей сцене. Пьяный зверочеловек споткнулся. Лидер темной звезды надавил ему на плечо и оттолкнул. Затем он большими шагами направился к центру дворца. В центре стоял алый трон, вырезанный в форме какого-то странного существа, похожего на древнего бога, имени которого он не знал, которому молились некоторые тайные ветви церкви. На троне восседало тощее костлявое существо в форме человека, одетый в рваный капюшон. Кроме лица, его тело было плотно закрыто. Он сидел с опущенным лицом, не издавая ни единого звука. Капюшон скрывал его лицо. Лидер темной звезды подошел к трону. Не обращая внимания на хаос и шум вокруг, он указал на десятки пленников позади себя, которые были ошеломлены тем, что они видели. Ваше превосходительство, я привел эсперов. Внезапно существо на троне вздрогнуло, словно очнувшись ото сна. Он медленно поднял голову, показав свое лицо под капюшоном. Под капотом был похожий на вихрь черный туман, с красной мерцающей точкой света в середине. Каким-то неведомым образом это безликое существо заговорило. Его голос был грубым и хриплым. Молодец. Говоря это, он вдруг вывернул шею. Черный туман под капюшоном внезапно исчез, превратившись в лицо гибрида человека без каких-либо особых черт. Человек в капюшоне встал, спустился с трона и направился к десяткам пленников. Лидер темной звезды отступил в сторону. Он встал перед первым пленником, посмотрел прямо в испуганные глаза этого пленника, ухмыльнулся и схватил его за шею. В следующее мгновение все тело пленника сжалось и высохло, но он не умер. Он рухнул на землю с широко открытыми глазами, не имея сил даже произнести ни единого слова. Неплохо. Человек в капюшоне облизнул губы, словно наслаждаясь вкусом. Затем он сделал то же самое и превратил всех пленников в высушенные раковины, прежде чем вернуться на трон. Он посмотрел на лидера темной звезды с довольным выражением лица. Ты молодец. Ты мне нравишься. Для меня большая честь служить вам. Лидер темной звезды почтительно склонил голову. Согласно нашему соглашению, за каждого удовлетворяющего эспера, которого я приведу, я получу. Человек в капюшоне махнул рукой и прервал лидера темной звезды. Я знаю, я дам тебе новый флот. Хэм, у меня тут есть кое-какая информация. Может быть, тебе будет интересно. Человек в капюшоне протянул руку. Из его ладони выскользнул коммуникатор и приземлился в руки лидера темной звезды. Лидер темной звезды открыл и посмотрел на него. Выражение его лица мгновенно изменилось. И причиной этого были слухи, окружающие Хансиа. Похоже, именно он заставил тебя сбежать из расколотого звездного кольца. Человек в капюшоне слабо улыбнулся. Похоже, он может стать выше класса. Лицо лидера темной звезды было серьезным. Он глубоко вздохнул и медленно произнес. Спасибо за эту информацию. Ни за что. Человек в капюшоне улыбнулся, проговорив довольно дружелюбным тоном. Затем он махнул рукой и сказал. Теперь ты можешь идти. Такое хорошее окружение встречается редко. Не тревожь мой сон. Да, лидер темной звезды кивнул и повел своих подчиненных. Ему было наплевать на десятки высушенных пленников. Позже их все равно придут готовить повара. Выйдя из дворца, железные ворота медленно закрылись. Лидер темной звезды оглянулся. Сквозь щель в воротах он увидел, как человек в капюшоне опустил голову и погрузился в сладкие сны в хаотичном, шумном и безумном окружении. Ну и маньяк. Лидер темной звезды сжал кулаки, и в его глазах промелькнуло глубокое чувство страха. Люди над ним устроили так, что он покинул расколотое звездное кольцо и присоединился к этому человеку в капюшоне. Этот человек был хозяином этого огромного флота, а также ужасающим супером выше класса А, который хотел объединить способности договора об ограничении способностей эспера сверхвысокого риска воедина. В соответствии с соглашением, лидер темной звезды передал человеку в капюшоне Эмбера. Он все еще помнил выражение недоверия и шока на лице Эмбера, когда тот понял, что его предали. Однако его сопротивление было тщетным. Человек в капюшоне был очень доволен жертвой, поэтому он заключил соглашение с лидером темной звезды. Он мог предоставить флот для лидера темной звезды, но лидер темной звезды должен был обменять его на эсперов, которые могли бы удовлетворить его. Поэтому лидер темной звезды временно остался там. Он вторгался и уничтожал одну поверхностную цивилизацию за другой, разыскивая суперов с интересными способностями эсперов. Через несколько лет он получил большое количество боевых кораблей и людей. Первоначально лидер темной звезды хотел продолжать наращивать свои силы, однако стремительно растущая боеспособность Хансия на него давила. Следуя нынешним темпам, Блэкстар действительно может стать супером выше класса А, тогда ему было бы бесполезно возвращаться. Если бы в звездной системе Гартона существовал супер выше класса А, никто не смог бы чинить там никаких неприятностей. У лидера темной звезды никогда не будет шанса подняться снова. Я должен вернуться как можно скорее, иначе будет слишком поздно. Лидер темной звезды принял решение. Блэкстар оказался на войне, так что он мог этим воспользоваться. Более того, лидер темной звезды не осмеливался оставаться там дольше. Всего за несколько лет он был глубоко потрясен тамашним хаосом. Он не мог себе представить, что произойдет, если он останется. Вдруг он станет таким же безумным. Этот огромный флот был организацией супера выше класса А, которая постоянно перемещалась. Человек в капюшоне был лидером этой организации. Среди всех суперов выше класса А во всей вселенной он был самым отъявленным маньяком. Это место принимало разыскиваемых преступников со всех звездных полей, у которых не было выхода. Это была святая земля для всех, кто находился вне закона. Это был падший ковчег. А Рошия тоже последовала за Хансиа на войну. Она оставалась во флоте и бездельничала, как Хансиа. Войдя в комнату с выключенным светом, А Рошия обхватила руками колени. Села в углу и тупо уставилась в темноту перед собой. На этот раз из ниоткуда вдруг появились точки светящихся обломков, которые сложились в яркую фигуру человека, осветив комнату. Это был Резда. Это ты. На лице Рошия не было никакого выражения. Тело Резды содрогнулось. Затем он заговорил. Отлично, если Блэкстар станет супером выше класса А, он сможет сражаться с механической империей. Наши люди могут быть спасены. О, ответ Рошия не был слишком страстен. Но Блэкстар может не захотеть сражаться с механической империей. Мы с тобой должны убедить его. Он, наша самая большая надежда, произнес Резда. А Рошия некоторое время молчала, а потом вдруг спросила. Он может умереть? Да, все возможно, ничто не является абсолютным. Резда покачал головой и уклонился от темы. Помни, что я сказал. Затем Резда исчез, и комната погрузилась в темноту. А Рошия уткнулась подбородком в колени и тупо уставилась перед собой. В то же время Лаги все еще был на пути туда. Глава 688. Луг приистекается отовсюду. Часть 1. Прошло полмесяца с тех пор, как в битве была уничтожена базовая станция Гипердрайва. Земля кровопролития, похоже, тоже была осторожна, так что пока между двумя сторонами не было серьезных конфликтов, только стычки. У Пурпурного кристалла не было новых заданий для Хансиа, поэтому он держал свой флот в резерве. Все это время он изучал свою добычу, вооруженную крепость Спутник. Всего было 9 вооруженных крепостей Спутников. После того, как базовая станция была уничтожена, все остальные вооруженные крепости Спутники были захвачены. Хансиа тоже получил одну из них от Маррида, и он забрал ее с собой в исследовательских целях. Чертежи такого большого механического спутника были очень ценны. Эта модель была военная спутниковая крепость Крепкий щит. Последние полмесяца Хансиа медленно разрабатывал план. Хотя у него не было необходимых передовых знаний, что делало невозможным получение полного чертежа, он получил некоторые полезные технологии, такие как генератор щита, используемый базовой станцией Гипердрайва, который также мог быть применен к псионическим щитам. Хотя он и не мог построить полную версию вооруженной спутниковой крепости, великий механик Ханс сумел сплавить чертеж уменьшенной версии. Хотя крепость спутник была меньше по размеру, у нее имелись те же функции, что и у оригинала, только не такие мощные. Вооруженная спутниковая крепость была в основном стратегическим оборудованием, а не боевым оружием в противостоянии суперов. Хансио планировал превратить некоторые из баз Блэкстера, построенных на административных планетах, в спутниковые крепости, по крайней мере, придав им определенную маневренность. Хансио также захватил специальный костюм элитного солдата Земли Кровопролития, Тысяча солдат-зверей, которую он превратил в свой собственный чертеж и сделал предварительные улучшения. В комнате модификации машин Хансио стоял перед рядом шкафов, рассматривая различные типы механических костюмов внутри. Костюм Тысяча солдат-зверей, костюмы Сунила класса Капрала и командира, мои доспехи серии Змеи и некоторые стандартные чертежи механических костюмов. Если я объединю их вместе, то получу высококачественные чертежи механических костюмов среднего уровня. Хансио погладил подбородок и задумался. Он намеревался построить специальную серию доспехов для армии Блэкстера, которая будет использоваться в качестве нового стандартного оборудования для армии. Это была не простая идея, а нечто такое, о чем он думал долгое время. Благодаря двум его поразительным подвигам, его слава по всему звездному полю взлетела выше его ожиданий. Поначалу Хансио думал, что армия Блэкстера сможет развиваться только медленно и неуклонно, поскольку игроков там не было, но войны снова доказали, что имеют самые большие возможности. Недавняя жаркая дискуссия о том, что он станет семенем выше класса А, заставила его заметить, что это была отличная возможность. Теперь можно было бы продвинуть вперед некоторые цели в области развития. Он всегда хотел усовершенствовать армию, превратив ее из группы наемников в вооруженные силы, подобные землекровопролития. Комплект костюмов, принадлежащий его собственной фракции, был эквивалентен униформе соблазнения культуре, которая помогла бы повысить сплоченность фракции более эффективно, чем простой армейский символ. Однако большинство людей, ставших наемниками, были свободными. Если он заставит бизнес преобразиться, то потеряет некоторых из тех, кто не желает присягать на верность. В конце концов, свободные наемники никогда не беспокоились о том, куда идти дальше, поэтому они не могли легко присягнуть на верность группе наемников. Тем не менее, его недавние достижения заставили людей поверить, что у него был чрезвычайно высокий шанс выйти за пределы класса А. Верхние границы вооруженных сил зависели от силы лидера. Сплоченность нормальной организации класса бедствия не могла даже сравниться с организацией семени выше класса А. Например, земля кровопролития, если предположить, что она выросла до своих нынешних размеров без тирана, определенно будет иметь массу проблем. Внутри организации власть будет принадлежать нескольким классам бедствия, ни один из которых не удовлетворится тем, что находится на том же уровне, что и другие, что вызовет внутренние споры и фракционные конфликты. Внешне, без лидера выше класса А, несмотря на то, что это была такая огромная организация, никто не смог бы их объединить. В итоге, они определенно разойдутся в разные стороны. Таким образом, лидер, который мог подавить всех в пределах организации, определял верхние границы вооруженных сил. Хансио был в центре внимания в последнее время, и его репутация превысила нормальный уровень бедствия. Благодаря своим контактам он узнал, что многие разведывательные организации даже называли его супером наполовину выше класса А. Многие организации верили, что он станет выше класса А. Эти организации не были слепы. Его боевой послужной список был твердым доказательством, поэтому никто необъяснимо не недооценивал его. По мере того, как положение лидера фракции росло, привлекательность армии Блэкстера также менялась. Даже наемники знали, что после возможного выхода за пределы класса А будет более многообещающее будущее, поэтому количество людей, потерянных в процессе трансформации бизнеса, будет значительно уменьшено. Мало того, с его нынешним положением он мог бы даже привлечь больше новых талантов. Из-за моей репутации влияние армии Блэкстера растет с каждым днем. Это отличная возможность для масштабирования. Хансио был в прекрасном настроении. Первоначально он намеревался развивать свои силы при поддержке цивилизации Пурпурного Кристалла, но, к его удивлению, его собственная слава, казалось, позволила ему превзойти то, что он планировал достичь для своей организации в период обновления. Сила была самой важной. Это расширение возможности улучшить армию Блэкстера. Есть много целей, которые должны быть достигнуты. Во-первых, трансформация бизнеса. Во-вторых, расширение трудовых ресурсов. В-третьих, увеличение численности вооруженных сил. В-четвертых, стать долгосрочным партнером Пурпурного Кристалла. Хэм, если первые три цели будут завершены, четвертая цель не должна быть проблемой. Конечно, самое главное, это моя собственная сила. Когда я закончу с этими тривиальными проблемами, мне нужно будет потратить некоторое время, чтобы получить чертеж серебряного наследия, чтобы завершить миссию продвижения класса. После этого как можно скорее завершить повышение 200-го уровня. Чем я сильнее, тем быстрее будет развиваться армия. Ханси задумался и быстро составил список целей. Он не ожидал, что это удастся сделать до войны, и не рассчитывал разжечь подобные дискуссии. По его мнению, изначально разработанный им план развития был слишком консервативным. Эта волна дискуссий вокруг него была чрезвычайно редкой возможностью, которой он должен был воспользоваться. Дон. Дон. В это время кто-то вдруг громко постучал в дверь комнаты модификации. Кто там? Ханси снова сосредоточился и открыл дверь. В поле его зрения появился волосатый мускулистый пресс. Ханси посмотрел на трехметрового Хармана, стоявшего за дверью. Лаги вернулся. Он хочет тебя видеть, тихо и глухо сказал Харман. О, я думал, он придумает мне оправдание, что гипердвигатель сломался и будет тащиться до конца войны. Ханси был удивлен. Харман почесал свою волосатую голову и издал протяжное ворчание, как будто мышцы его мозга не могли понять смысл этого предложения. Кстати, Ханси вдруг что-то вспомнил. А как получилось, что это ты докладываешь? Где Херлоус? Обычно, когда Сильвии не было, его секретарем был Херлоус, более решительный и надежный взрослый мужчина. Он просил меня солгать тебе, что он тренируется, сказал Харман ровным тоном, от которого исходила сильная вибрация слова безрассудной. Хэм, губы Ханси одрогнули, и он не знал, что сказать. Тогда что же он на самом деле делает? Он играет в карты. Ханси потерял дар речи. Ладно, понял. Сейчас я пойду к Лаге. Ханси закрыл дверь и некоторое время шел, прежде чем что-то вспомнил. Он повернулся к Харману и спросил. Кстати, сколько лет осталось до битвы за место вождя вашего племени? Харман был одним из наследников племени Рокфалла в цивилизации зверолюдей Лухана. Побочная миссия от него состояла в том, чтобы присоединиться к его военной лиге и помочь ему стать вождем. Если он правильно помнил, это должна быть побочная миссия версии 3.0, но в случае, если сюжетная линия изменилась, Ханси решил спросить еще раз. Харман некоторое время считал пальцами и неуверенно сказал. Я думаю, что где-то 11 лет. Средняя продолжительность жизни зверолюдей Лухана составляла около 250 лет, что было довольно долго. Выбор вождя был важным событием. Обычно он давал более 10 лет кандидатам, чтобы они сформировали свои военные лиги. Это было потому, что один выбор часто определял вождя на следующие 200 лет. Хорошо, что у тебя есть товарищи, смиренно сказал Хансиа. Иначе я подозреваю, что ты пропустишь отборочную битву и потеряешь свое положение наследника. Харман широко раскрыл глаза и недовольно высморкался, его толстые губы дрожали. Хансиа направился прямо к мосту и сразу же увидел Лаги, который уже давно ждал его. Он улыбнулся и пошел вперед, похлопав Лаги по плечу. Ты вернулся? Да, я не умер по дороге, пробормотал Лаги. Я думаю, что это отняло у меня всю мою удачу. Улыбка Хансиа стала жестче. Ты слишком пессимистичен. Кагэм, ты помнишь, что я сказал перед твоим уходом? Уточнил Хансиа со смирением. Да, Лаги кивнул и сказал. Ты сказал, что отменишь мою рабочую нагрузку и повысишь мне зарплату. Нет, я этого не говорил, Хансиа стиснул зубы. Я сказал, что когда ты вернешься, ты будешь моим вице-капитаном. О, тогда я неправильно вспомнил. Лаги сохранял невозмутимое выражение лица. Ты уверен, Хансиа был подозрителен? Почему мне кажется, что ты сделал это нарочно? Услышав сомнение Хансиа, лицо Лаги стало расстроенным, и он пробормотал. Ты не доверяешь мне. Эх, я должен был знать. Такие люди, как я, не заслуживают доверия. Хватит, ты, покорно сказал Хансиа. Поскольку у тебя нет возражений, я объявлю всей армии, что ты первый вице-капитан. Кстати, я также планирую объявить о твоем прошлом. Когда-то ты был командиром запрещенных колдунов тайного аббатства красных мантий. Это прошлое повысит твою репутацию, и никто не будет недоволен тем, что ты стал вице-капитаном. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Лаги кивнул. У него не было возражений, но он подчеркнул один момент. Не забывай, ты обещал, что моя должность вице-капитана – это всего лишь титул, и моя нагрузка не увеличится. Ты что, черт возьми, так хорошо это запомнил? Назначение вице-капитана было быстро передано по коммуникаторам сотням тысяч официальных членов армии Блэкстера. При открытии резюме группы наемников армии Блэкстера, под колонкой «Лидер», должность вице-капитана, которая всегда была пустой, наконец-то заполнилась именем Лаги Швер. Лаги присоединился к ним не так давно, так что в армии все еще было огромное количество наемников среднего и низкого уровня, которые не знали его. С любопытством, смущением, удивлением они открыли резюме Лаги и были немедленно шокированы. Мало того, что этот недавно назначенный вице-капитан суперкласса А, он также был бывшим командиром запрещенных колдунов тайного аббатства Красных Мантий, а также четвертым учеником Волхва Остина. Прошлое Лаги было очень впечатляющим. Мало кто из посторонних знал о том, что произошло между Лаги и Остином. Для многих это был основной член организации за пределами класса А, который ушел и присоединился к армии Блэкстера. Хансиа был на пике своей популярности, поэтому каждое его действие привлекало внимание бесчисленного количества людей. Шокированы были не только военные, но и различные организации, которые обращали на него внимание. Один из основных членов Волхва теперь вице-капитан армии Блэкстера. Они теперь работают вместе. Восприятие армии Блэкстера неуловимо изменилось для бесчисленных людей, включая ее членов. Недавние достижения Блэкстера и расширение его армии, казалось, демонстрировали неумолимый рост. Как многие могли видеть, Блэкстер хотел использовать свое взлетевшее влияние на благо армии Блэкстера, намереваясь стать вип-персоной уровня Звездного Поля. Вопрос, который последовал за этим, внезапно вызвал интерес со всех сторон. Что сделает парящий дракон, если Блэкстер внезапно выйдет из их организации? В конце концов, армия Блэкстера была номинально-полевой командой парящего дракона. Теперь, когда Блэкстер продемонстрировал потенциал возможности выхода за пределы класса А, если бы он реализовал этот потенциал, разве остался бы он под руководством Эймс, учитывая то количество амбиций, которые он продемонстрировал? Хотя было все еще не ясно, станет ли Блэкстер выше класса А, амбиции было нелегко стереть. Взлетевшее положение Блэкстера рано или поздно изменит ход его мыслей, раздует его амбиции. Бесчисленное множество людей были взволнованы, думая о возможностях будущего. Если заявление вице-капитана привлекло внимание, то последующее заявление Хансиа вызвало землетрясение. Армия Блэкстера публично издала масштабный приказ о наборе людей по всему расколотому Звездному кольцу. Хансиа планировал использовать титул семени выше класса А, чтобы привлечь большое количество талантов. Он верил, что есть много людей, готовых рискнуть и поверить, что он станет выше класса А. Вступление в это время было бы более ценным, чем вступление в организацию, когда он станет выше класса А. Это было равносильно тому, чтобы стать партнером в начале бизнеса. Даже если они проиграют пари, это будет стоить им только времени, так что проигрыш будет в пределах приемлемого диапазона. Это была огромная авантюра. Когда армия Блэкстера объявила об этом, бесчисленные люди и организации в десяти или около того звездных скоплениях в расколотом Звездном кольце были искушены. Глава 689. Лук приистекается отовсюду. Часть 2. В тот момент, когда был обнародован приказ о наборе в армию Блэкстера, практически половина Звездного поля взорвалась от волнения, и все откликнувшиеся начали собираться. Всего за 10 дней Филипп получил бесчисленное количество резюме из различных секторов расколотого Звездного кольца. На этой волне разгоряченного общественного мнения число претендентов было намного больше, чем в любой из предыдущих рекрутингов. Целью были не только настоящие наемники. До тех пор, пока на человеке не будет значка разыскивается, с каждым будут обращаться одинаково. Филипп сначала отсеял более слабых кандидатов и провел отбор первой партии талантов с самым высоким рейтингом. Всего таких людей насчитывалось уже 1-4 миллиона, что больше общего количества армии Блэкстера. Это фактически удвоит официальный штат армии Блэкстера в несколько раз. Уже отобрано более миллиона человек, и это даже не окончательный результат. Хансио был готов полностью открыть шлюзы вместо того, чтобы ограничивать вход. С его славой и репутацией он уже обладал квалификацией, чтобы сформировать большую организацию. На этот раз он в полной мере использовал эту возможность. Сейчас было не время думать о том, не приведет ли чрезмерная вербовка к тому, что они не смогут должным образом поглотить своих членов. Этот набор был нацелен не только на таланты, но и на то, чтобы показать свое влияние. Чем более сенсационным будет ответ, тем выше станет положение армии Блэкстера во всем звездном поле. Если бы кто-то объединил результаты вербовки с его нынешней славой, он смог бы выгравировать свое существование в сердцах бесчисленных влияний вокруг, поднявшись на вершину в один шаг и став знаменитой силой в расколотом звездном кольце. По сравнению с другими крупными организациями, армия Блэкстера, хотя и была огромной по своим масштабам, не имела репутации и влияния. Однако это не помешало росту популярности их фракции. Это было очень полезно для их будущего развития, поэтому, с точки зрения Хансиа, буря общественного мнения была прекрасно использована. Большинство завербованных талантов из первой партии имели некоторую известность в своих секторах. По меньшей мере 60% также являлись закаленными в боях элитными межзвездными воинами, причем самый низкий уровень был в классе С, хотя ранг суперов был небольшим, если бросить взгляд на все звездные поля, общая сумма все еще была преувеличена огромной. В последнее время тайная война начала превращаться в полноценное перетягивание каната. Никаких признаков активности с обеих сторон не наблюдалось, и у него было свободное время, чтобы заняться собственными внутренними делами. Пурпурный кристалл придавал большое значение потенциалу Хансиа и был рад видеть, как развивается армия Блэкстера. Кроме того, это косвенно означало дополнение к сектору 0. Более миллиона новоприбывших преодолели тысячи миль от различных звездных скоплений до звездной системы Гартона, проходя процедуры на военной базе Блэкстера. Хансиа также вернулся на свою базу, чтобы разобраться с различными проблемами, вызванными огромным ростом его фракции. В приемный штаб-квартиры армии Блэкстера Сильвия привела трех новобранцев разных рас и внешности, и Хансиа встал с дивана, чтобы поприветствовать их. Ваше превосходительство, Блэкстер, все трое приняли почтительные позы и быстро шагнули вперед, чтобы обменяться рукопожатиями с Хансиа. Проходите сюда, садитесь. Хансиа махнул рукой, и все они заняли свои места, начав болтать. С миллионами новичков у Хансиа не было времени встречаться с ними по отдельности. Причина, по которой он встретился с этими тремя, заключалась в том, что эти новобранцы были класса бедствия. Супер-класса бедствия никогда не будет легко подчиняться другому. До того, как он стал известен как семя с потенциалом выйти за пределы класса А, Хансиа много раз пытался завербовать класс с бедствия, но, кроме лаги, все остальные отвергли его. Однако сегодня его статус значительно отличался от того, что было в прошлом. Быть семенем выше класса А с высокими ожиданиями выйти за пределы было достаточно, чтобы заставить некоторые из классов бедствия перестать колебаться и бежать под его знамя. Если их ставка окупится, они станут костяком организации супера-выше класса А. Если бы кто-то сравнил супера-выше класса А с императором, восходящим на трон, они были бы драконами, которые стали его официальными лицами. Жаль, что Эймс была слишком ленива. Даже если она была женщиной выше класса А, ее влечение в глазах суперов не могло бы превзойти влечение Хансиа. Более того, Эймс даже не удосуживалась активно вербовать офицеров. Эти три класса бедствия были сливками урожая среди лука-порей, у которого выросли ноги и который пробежал тысячу миль, чтобы доставить себя к нему для сбора урожая. Статус и сила шли рука об руку, и классам бедствия в организации было суждено стать высшими эшелонами. Это была единственная причина, по которой они пришли. В конце концов, нельзя же было ожидать, что они будут медленно подниматься со дна, как супер-класса А. Верно. Таким образом, Хансиа должен был лично взглянуть на них троих и воспользоваться этой возможностью, чтобы понаблюдать за ними. Перед встречей с ними Хансиа уже просмотрел их резюме. Кармбе, боец класса А, мужчина. Высокий, с чрезвычайно бледной кожей, он, казалось, имел родословную расу крови. Он был внешним инструктором в одном из суперинститутов цивилизации в какой-то звездной системе. Он ушел в отставку, прошел через множество галактик и брал много частной работы. Мариан, механический боец класса А, мужчина. Он был закутан с головы до ног в тяжелые темно-серые доспехи и всегда носил шлем, редко открывая свое лицо другим. Он выглядел как какой-то рыцарь из фантастической цивилизации, и причина, по которой он пришел сюда, была та же, что и у Рейнольда, потому что он смотрел на Хансиа как на механика. Миссикек из пер-класса А, мужчина. Его резюме было чистым. Кроме того, что он был классом бедствия, не было ничего достойного внимания. Он общался с несколькими группами наемников, но работал недолго. Он был типичным зрителем. Эти люди, которые взяли на себя инициативу зарегистрироваться, не были бы очень сильными, но они были, по крайней мере, на уровне бедствия. Армия Блэкстера первоначально имела только три класса бедствия. С добавлением еще трех, это удвоит общее число, подняв передовых бойцов внутри армии. Таким образом, суперы, которые воспользовались возможностью броситься к нему, были в основном карьеристами. Они привыкли менять работу и переезжали туда, где было хоть какое-то преимущество. Естественно, они не будут лояльны к нему, Хансиа четко это понимал. Он также не надеялся, что они продадут ему свои жизни. До тех пор, пока они могли бы завершить работу, соответствующую по сложности классу бедствия, это было бы хорошо. Поболтав с ними некоторое время, обе стороны уже достаточно насмотрелись. Хансиа встал и с улыбкой протянул руку. Тогда я буду представлять армию Блэкстера и поприветствую вас троих на борту. Для нас это честь. Месикек немедленно воспользовался возможностью заговорить первым. Кормби ответил вскоре после этого, и Мариан молча кивнул. Мне понадобится некоторое время, чтобы решить, какие роли вам назначить. Не волнуйтесь, я не буду плохо с вами обращаться. Ха-ха, наши требования невысоки. У Месикека была льстивая улыбка. Ответив несколькими любезностями, Хансиа отослал троицу. Прежде чем попросить Сильвию провести их через формальности, Хансиа не стал отдыхать. После этого, а сразу же вошел в другую приемную. Там, внутри, ждали десятки людей. Как только они увидели Хансиа, они сразу же встали, тепло приветствуя его. Все, пожалуйста, садитесь. Хансиа махнул рукой, оглядывая всех присутствующих. В этой приемной все присутствующие были эмиссарами различных цивилизаций из звездного скопления Колтона. Они пришли искать сотрудничество по собственной инициативе. Первоначально влияние армии Блэкстара ограничивалось звездной системой Гартона, но теперь другие звездные системы вокруг звездного скопления Колтона начали замечать потенциал Хансиа, а также импульс развития армии Блэкстара, таким образом, придя к поиску возможностей для развития и взаимной выгоды. Ваше превосходительство Блэкстар, я эмиссар цивилизации Черного Ворона. Я надеюсь, что армия Блэкстара сможет создать свою базу на территории нашей цивилизации. С этой целью цивилизация Черного Ворона готова ежегодно выплачивать плату за сотрудничество, одновременно открывая внутренние каналы торговли ресурсами. Кроме того, мы дадим армии Блэкстара права на добычу полезных ископаемых в секторе. Я эмиссар цивилизации Святого Камня. Наши условия те же, что и у цивилизации Черного Ворона, но, если потребуется, плата за сотрудничество может быть увеличена еще больше. Я каждый представлялся один за другим, озвучивая свои цены Блэкстару, чтобы построить суббазу на своей территории. Это было сродни тому, чтобы предложить себя в помощь Хансио в расширении его влияния. Цивилизации Звездной Системы ясно видели, что Блэкстар уже был привязан к главному боссу этого звездного скопления. Поскольку у него также была надежда стать супером выше класса А, звездное скопление Колтона вполне могло оказаться зоной влияния армии Блэкстара. Привлечь его на свою сторону раньше времени было, естественно, самым выгодным сценарием. Сейчас база армии Блэкстара находилась в пределах Звездной Системы Гартона. Было неизвестно, сколько раз Сербия V, просыпаясь после, сно радостно смеялся, так как это означало, что в будущем в Гадаре будет супер выше класса А, удерживающий форт. Другие Звездные Системы также хотели, чтобы армия Блэкстара расширила свою организацию на их территории из тех же самых соображений. Что касается тех Звездных Систем, которые изначально не имели этих мыслей, то увидев, что все их конкуренты делают это, они решили, что не могут сидеть на месте. Таким образом, более 80% цивилизаций во всем Звездном скоплении Колтона направили своих эмиссаров в эту приемную. Выслушав всех, Ханси окивнул. Его лицо оставалось бесстрастным, но его сердце было тайно тронуто. Условия, создаваемые различными цивилизациями в Звездных Системах, были чрезвычайно богаты. Если оставить в стороне кооперационные фонды и ресурсные каналы, то самым выгодным было бы крупномасштабное право на добычу полезных ископаемых на ресурсной планете. Ресурсная планета отличалась от бесплодной. Первая была битком набита ресурсами, и все такие планеты были четко зафиксированы, и только правящая цивилизация региона имела право проводить там крупномасштабную добычу. Если бы какие-то внешние организации попытались добывать руду, не получив разрешения, им пришлось бы отчитываться перед цивилизацией этого региона или даже быть выслеженными их охраной. Каждая цивилизация, безусловно, обратила бы пристальное внимание на ресурсную планету. Несмотря на то, что у цивилизаций Звездного скопления были шахтерские корабли, способные рассечь целую планету, они редко использовали их, поскольку даже эти большие шишки уделяли много внимания устойчивому развитию. Но бесплодная звезда допускала частную добычу полезных ископаемых, потому что прибыль, получаемая оттуда, не могла сравниться с прибылью ресурсной планеты. Соотношение цены и качества было слишком низким, поэтому цивилизации сочли это пустой тратой своих трудовых и материальных ресурсов, решив вместо этого продать права на добычу другим. Пусть у частных горнодобывающих компаний прибыль не была высокой, бесплодные планеты были богаты нефтью и водой. Однако бывали времена, когда частная горнодобывающая команда добывала золото. В процессе добычи полезных ископаемых, если они обнаружат, что бесплодная планета на самом деле является скрытой ресурсной планетой, цивилизация оценит общую стоимость этой ресурсной планеты, прежде чем озвучить предложение о ее выкупе. В этой области большинство цивилизаций были достаточно благородны, чтобы не заставлять шахтерскую команду сдавать планету бесплатно. Хансио все еще был достаточно ясен в этих основных понятиях. Из его предыдущей жизни, во время более поздних версий, игроки могли даже покупать у цивилизации права на добычу полезных ископаемых на ресурсных планетах. При таком четком сравнении Хансиостро осознавал ценность предоставления ему прав на добычу полезных ископаемых ресурсной планеты. Это было равносильно тому, как если бы он достал из холодильника торт и отрезал себе маленький кусочек. Это могло бы легко принести ему прибыль в районе миллиардов ино. Это была благодатная почва. Ице, я рисковал своей жизнью, чтобы заработать эту небольшую сумму денег. Любая случайная добыча на ресурсной планете принесла бы мне в тысячи раз больше прибыли. Почему я все еще наемник? Хансио не мог удержаться и тихо выругался. Действительно, самым выгодным способом заработка было создание цивилизации. Успокоившись, Хансио придал своему лицу торжественное выражение и сказал величественным тоном. Все, вы проявили ко мне слишком много искренности. Честно говоря, условия, которые вы мне предложили, весьма заманчивы. Я очень хочу сотрудничать с вами, но моя армия Блэкстера в настоящее время находится в стадии вербовки. После того, как этот набор закончится, я назначу время для посещения ваших районов, чтобы построить базы. Услышав это, все согласились и начали болтать. Нет проблем, мы можем подождать. Конечно, мы понимаем. Мы можем сначала подписать контракт. Хансио улыбнулся. Поскольку никто не возражает, давайте сделаем так. Все присутствующие сдали свои контракты и, с некоторыми эмоциями в сердце, Хансио подписал их. В прошлом у него было не так уж много хороших возможностей. Однако возможности постоянно стучались в его дверь. Это заставило Хансио вспомнить слова, которые когда-то сказал ему Изоб. Как только ты выйдешь за пределы класса А, многие силы немедленно предложат тебе преимущества. Ты поднимешься на небеса одним шагом и окажешься на самом высоком уровне обеденного стола. Прямо сейчас он только показал шанс прорваться через класса, но такого рода ситуация уже случилась. Похоже, что старик Изоб не солгал ему. Покончив с этим делом, все эмиссары облегченно вздохнули. На этот раз они смогут предоставить хороший отчет своим начальством. Отослав эту партию удовлетворенных эмиссаров, Хансио не остановился, а вместо этого подошел к еще одной приемной. Ему еще предстояло уладить кое-какие дела. На этот раз воздействие его экспансии было слишком велико, поэтому ему приходилось каждый день встречаться со всеми видами лука-пария, до такой степени, что он был так занят, что его ноги не успевали отдохнуть. Большой наплыв людей, который он вызвал, должен был быть решенным самим, даже если он внутренне рыдал от усталости. Но все это привело бы к чрезвычайно богатым наградам, что делало Хансио удовлетворенным. Открыв дверь еще одной приемной, люди в комнате оглянулись и приветствовали его, улыбаясь. Там были люди, которые были ему более знакомы. Огромные фигуры вокруг расколотого звездного кольца. Среди них были лидер армии темного подземного мира, перо подземного мира, капитан армии небесного кольца, Гури и несколько других армейских командиров. Друзья, это было так давно, Хансио поприветствовал их и с любопытством спросил. Вы были очень скрытны при общении через коммуникатор. Что случилось, что вы все пришли сюда, чтобы поговорить со мной лицом к лицу? Несколько армейских командиров обменялись взглядами, а затем неожиданно улыбнулись. Гури, командующий армией небесного кольца, погладил свою стальную щетинистую барану, подмигнув и заговорив. На этот раз мы здесь, чтобы пригласить тебя. Пригласить меня для чего? Как ты уже знаешь, ситуация в расколотом звездном кольце в настоящее время весьма неспокойна. Когда возможности повсюду, организации трудно полностью проглотить все возможности в одиночку. Я уже обсуждал это с некоторыми армейскими командирами, и мы решили объединить все расколотые звездное кольцо и создать лигу наемников, чтобы нам было удобно участвовать в различных миссиях между цивилизациями звездной системы. В такие смутные времена нам нужно объединить силы и воспользоваться этой возможностью. Не дожидаясь, пока Хансиа заговорит, перо подземного мира, которое было рядом, лениво перебило. Блэкстар, раз ты так популярен в последнее время, как насчет того, чтобы просто прийти и возглавить нашу лигу наемников расколотого звездного кольца в качестве лидера. В любом случае, ты, кажется, не против того, чтобы у тебя было много дел. Гури кашлянул и поспешно добавил. Она имеет в виду, что, поскольку твоя нынешняя привлекательность намного выше, чем у любой из наших групп наемников класса А, мы пришли к тебе, чтобы предложить тебе занять место лидера и основателя лиги наемников. Брови Хансиа подпрыгнули вверх от удивления. Это была одна из ветвей сюжетной линии версии 3.0, разрушительная лига наемников расколотого звездного кольца. Основные группы наемников объединили свои силы, чтобы объединить разрозненных наемников расколотого звездного кольца, создав крупномасштабную лигу наемников. Лига развивалась и позже стала огромной фракцией, которая была чрезвычайно популярна среди игроков. Он не ожидал, что капитаны каждой группы наемников планируют сделать его главой, поэтому он оказался вовлеченным в эту сюжетную линию. Вы, ребята, действительно, губы Хансиа дрогнули, и он поднял большой палец. Так умны и проницательны. Глава 690. Три года Гури и остальные получили желаемый ответ и были вне себя от радости. После уточнения деталей они ушли удовлетворенные. Выйдя из базы армии Блэкстара, они обернулись, чтобы посмотреть на величественную базу, и Гури посетовал. Блэкстар вступил в мир наемников менее 10 лет назад, но у него уже есть такие достижения за плечами. Он действительно удивительный человек. Другой человек покачал головой и вздохнул. У каждого человека, способного стать супером выше класса А, есть своя легенда. Это не те персонажи, которых мы можем понять. Точно, он больше не находится на том же уровне, что и мы. К счастью, мы познакомились с ним раньше, сказал Гурий со сложным настроением. В одном из коридоров штаб-квартиры армии Блэкстара Херлоус и три брата Волга прогуливались и болтали. Ты что-нибудь слышал? К нам присоединились три супер-класса бедствия. Его превосходительство Блэкстар лично встретил их. В будущем они обязательно займут важные посты в армии, неожиданно заявил старший брат Волга. Я знаю, Херлоус кивнул одновременно с радостью и унынием. Он был рад быстрому развитию армии Блэкстара, но подавлен тем, что это повлияет на его собственный статус. С появлением в высших эшелонах армии трех суперов класса бедствия конкуренция определенно станет более интенсивной, и Херлоус чувствовал большое давление. Сила олицетворяла власть, а он еще не прикоснулся к двери класса А. С течением времени его значение для армии будет только уменьшаться. В армии Блэкстара уже было много бойцов среднего звена. Если бы не тот факт, что он был тем, кто следовал за Блэкстаром дольше всех, он не имел бы права быть частью верхних эшелонов с его силой класса В. Херлоус уже чувствовал, что он быстро растет, но он был не в состоянии идти в ногу с шагами Хансиа и быстрым развитием армии Блэкстара. Он не хотел просто так отставать и потому очень нервничал. Чтобы тренировать свое тело, он вдвое сократил время, которое проводил за игрой в карты. Для него было бы нереально перестать играть в карты. Это было бы невозможно в его нынешней жизни. Класс с бедствия действительно кажется таким далеким. Херлоус вздохнул. Развитие армии Блэкстара заставляло многих старых офицеров сокрушаться по поводу скорости их роста. Но колесо истории всегда будет продолжать вращаться, и Хансиа не остановится из-за этого. Хансиа провел целых семь дней, встречаясь со всеми эмиссарами различных организаций и реорганизуя структуру расширенной армии Блэкстара. Только тогда у него появилось немного свободного времени. Хансиа заперся в своем кабинете и достал листок бумаги, чтобы суммировать преимущества, которые он получил в последнее время, и сделать новый план развития. Быстрый рост армии Блэкстара превзошел его ожидания, и первоначальный план развития больше не подходил. Поскольку многие организации и цивилизации звездной системы давали ему возможность расширяться, Хансиа было бы бесполезно не использовать их. Если он правильно воспользуется этой возможностью, скорость развития армии Блэкстара возрастет в 10, если не в 100 раз. Это был огромный урожай. Хансиа начал организовывать, какая возможность принесет ему наибольшую выгоду и сколько ему нужно вложить. Он составил для себя простой список и начал его анализировать. В то же время он также начал оценивать свою фракцию, основываясь на различных классах оборудования. У него было две разные схемы оценки. Во-первых, текущий размер. Во-вторых, потенциал для развития. Оценка текущего размера фракции определялась количеством ресурсов, численностью, военной мощью, количеством членов, влиянием и так далее. Оценка потенциала определялась сетями, союзниками, масштабом операций, долгосрочными выгодами, возможностями развития и тому подобным. Хансиа выбрал организацию в качестве эталона для сравнения. Он оценил землю кровопролития как оранжевую с точки зрения размера и потенциала. На этом фоне он начал анализировать армию Блэкстара. Не считая игроков, до этого масштабного расширения, армия Блэкстара была ограничена несколькими звездными системами. Наш размер был около темно-зеленого или светло-голубого ранга. В настоящее время он должен быть на светло-фиолетовом уровне. Когда Филипп наберет вторую и третью волну, мы будем в фиолетовом ранге. Хансиа что-то бормотал себе под нос, вращая ручку. Что касается потенциала, репутация меня как семени выше класса стала возможностью развития оранжевого ранга. Тайная война и создание моста с цивилизацией Пурпурного Кристалла также являются оранжевым рангом. Контракты с различными цивилизациями звездной системы, оранжевого ранга. Создание альянса наемников, это розовый ранг. Вместе с моей собственной сетью и потенциалом, потенциал армии Блэкстара должен быть в среднем на оранжевом уровне. Хансиа сделал список на листе бумаги и кивнул. До тех пор, пока он сможет реализовать потенциал развития оранжевого ранга, армия Блэкстара сможет быстро войти в уровень организации розового ранга. Все организации розового ранга были известными организациями на уровне звездного поля. Хотя они все еще были далеки от земли кровопролития, они были действительно сверхразмерными организациями. Хансиа начал строить планы относительно различных возможностей развития. С таким количеством цивилизаций звездной системы, которые пригласили меня открыть филиал, это сродни расширению моей территории. Вся вновь нанятая рабочая сила может быть использована и отправлена в эти новые звездные системы, чтобы расширить сферу нашей деятельности. Я могу позволить некоторым из них стать пионерами в открытии богатых ресурсами планет, чтобы решить проблему трансформации нашей организации. Помимо трудовых миссий и военных обязанностей, мы также можем получить больше доходов от добычи полезных ископаемых. Хэм, если рабочей силы недостаточно, я могу послать людей с планеты Аквамарин, чтобы восполнить их численность и позволить части из них стать жителями галактики. Кроме того, копание, похоже, является специальностью этих червей. С моей репутацией в расе черных духов я смогу найти большое количество элитных рабочих. Затем Хансио поставил галочку за словами цивилизации о звездной системе. Создать альянс наемников внутри расколотого звездного кольца тоже довольно просто. Это расширит сферу моей деятельности и увеличит мое влияние. С поддержкой других больших армий стоит мне призвать к поддержке. Создание фундамента альянса не будет проблемой. Все остальное будет лишь вопросом времени. Хансио очень быстро придумал новый план развития. Отложив перо, Хансио заметил улыбку на своем лице. Запомнив то, что было написано на бумаге, Хансио превратил бумагу в пыль одним щелчком пальца. Когда выйдет версия 3.0, изменения в армии Блэкстера, вероятно, шокируют игроков. В армии Блэкстера началась бурная деятельность, и после найма нескольких волн новых членов, армия Блэкстера насчитывала почти 10 миллионов человек. Большинство из них были посланы, чтобы создать филиалы вокруг различных звездных систем звездного скопления Колтона, и операции армии расширились от звездной системы Гортона до половины звездного скопления. Хансио не забыл о тайной войне и, справившись с расширением армии, вернулся на поле боя и продолжил сражаться. После того, как суматоха от его экспансии утихла, большая волна дискуссий о том, что он семя выше класса А иссякла. Хансио уже стал самым крупным победителем, и армия Блэкстера оставила глубокое впечатление на всем звездном поле в этот период. Слава армии Блэкстера вошла в ряды известных организаций в пределах расколотого звездного кольца. При таких обстоятельствах армия Блэкстера все еще оставалась полевым отрядом парящего дракона. Парящий дракон хранил молчание на протяжении всего дела, и с некоторыми людьми, которые раздували пламя из-за кулис, все больше и больше людей начали относиться к армии Блэкстера и парящему дракону как к двум отдельным организациям. В то же время люди начали обсуждать разделение обеих партий. Буря, которую вызвал Хансио, имела длительные последствия. Все больше органов.